Итак, здравствуйте, уважаемые соратники! Начинаем наше третье занятие в Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Курс посвящен коррекции зрения по методу Шичко-Бейца. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте ваши конспектные тетрадки, напишите все третье занятие и напишите тему «Упражнения на подвижность глаз». Упражнения на подвижность глаз. И все перед собой положите листочек с этими упражнениями, которые я вам сегодня раздал. Положите перед собой листочек с упражнениями. У кого нет соседа поближе, сядьте и вдвоем. Подсядьте тут поближе, пожалуйста, к девушке. Вместе с ними будете смотреть. Итак, упражнения все делаются без очков. Без очков. Обязательно. Так, раз. При этом голова неподвижная, работают только одни глаза. И упражнения делаются плавно, без всяких рывков, без всяких резких движений. А сейчас все сняли очки и сделали на меня центральную фиксацию. Поморгали, 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 поморгали. Посмотрели в мою сторону, поморгали, поморгали. Созредоточили внимание на моем лице, поморгали, поморгали. И на фрагменте лица, либо на микрофон. Сделали центральную фиксацию. Сделали центральную фиксацию на табличку. Посмотрели в сторону таблицы, поморгали, поморгали. Белое пятно, поморгали, поморгали. Верхние буквы поморгали-поморгали и правую или левую букву. На нее сосредоточили внимание и легкое-легкое моргание. Итак, упражнение на подвижность глаз. Первое упражнение. Голова неподвижная, работают только глаза. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали-поморгали-поморгали. Скосили глазки вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Поморгали-поморгали-поморгали. Диагонали. Посмотрели все вправо вверх, потом лево вниз. Право вверх, лево вниз. Право вверх, лево вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Обратная диагональ. Лево вверх, право вниз. Лево вверх, право вниз. Лево вверх, право вниз. Поморгали, поморгали, поморгали. Четвертое упражнение. Прямоугольник. Подняли глазки наверх. Верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Поморгали. В обратную сторону прямоугольник. Верхнюю, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. Поморгали, поморгали, поморгали. Вот упражнения 5, 6 и 9, я их объединил все в одно упражнение циферблат. Представьте, что перед вами огромный циферблат, и мы его вот так по кругу осматриваем. Подняли глазки на 12 часов и начали. 3 часа, 6 часов, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Поморгали глазками, поморгали. В обратную сторону циферблат подняли на 12 часов. 12, 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. Поморгали, поморгали глазками. Седьмое упражнение. Бесконечность. Восьмерка на боку или бантик, дети называют. Все глазки в сторону и начали. Боковинка, диагональ, боковинка, диагональ, боковинка, диагональ. Поморгали глазками. Восьмое упражнение. Песочные часы или восьмерка с тонкой талией. Подняли глазки наверх, верхушечка, диагональ вниз, нижняя вверх. Верхушечка вниз, нижняя и вверх. Поморгали глазками. Десятое упражнение. Спираль. Раскручиваем глазами. Начинаем от носа. Маленький круг рисуем глазами. Раз. Второй круг побольше рисуем. Два. Третий круг еще больше рисуем. Три. А четвертый круг по стенам, по потолку, по стене, по полу. Четыре. Поморгали глазками. А теперь закручиваем спираль. Все глазки вниз в сторону и начали. По полу, по стене, по потолку, по стене. Раз. Раз. Второй круг поменьше. Два. Третий круг еще меньше. Три. И четвертый маленький. Четыре. Поморгали глазками. Одиннадцатое упражнение. Мы с вами следим глазами, как на горизонтальную стеклянную толстую трубу спиралью наматывается пять клетков веревки. Представьте перед вами вот такая толстая труба. Стеклянная, прозрачная. И мы начинаем наматывать на нее веревку спиралью. Глазки все в сторону начали. Раз. Виточек намотали. Два. Виточек. Перед собой три виточек. Четыре виточек. И пять. Сматываем. Раз. Виточек. Два. Перед собой смотали. Три. Четыре. И пять. Поморгали глазками. Поморгали. Двенадцатое упражнение. Мы с вами следим, как веревка наматывается спиралью на вертикальную стеклянную трубу. Перед вами огромная труба, стеклянная, вертикальная. Положили все глазки на пол. Начали. Раз. Виточек. На уровне груди два. На уровне носа три. На уровне волос четыре. И на потолке пять. Сматываем. Раз. Виточек. На уровне волос два. На уровне носа три. На уровне груди четыре. И на пол положили пять. Поморгали глазками, поморгали. Тринадцатое упражнение. Змея синусоида или волна. Начинаем все с хвоста. Глазки в сторону и начали с хвоста. Глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и голова. Назад. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и хвост. Поморгали глазками, поморгали. И четырнадцатое упражнение, которое мы сегодня последнее разучим, это глобус. Представьте, что перед вами большой стеклянный глобус, и вы вот так вот глазами по эхватеру его бегаете и пытаетесь его раскрутить. При этом можно шевелить и ушами, и головой, и волосами. Начали все. И раз веточек намотали, два веточек намотали, три, четыре, пять и шесть. Поморгали глазками. А теперь в обратную сторону раскрутили его. Раз веточек, два, три, четыре, пять и шесть. Поморгали, поморгали, поморгали глазками, поморгали. А сейчас я попрошу всех близоруких очки не надевать. Вы и так без очков прекрасно видите. А дальнозоркие, если у вас есть чуть более слабые очки, наденьте, вы в них сейчас прекрасно увидите. Если нет, ну тогда наденьте свои. А близорукие подпишут без очков. Итак, открыли все конспекты и большими буквами все написали. Внимание! Три восклицательных знака. Внимание! Три восклицательных знака. С красной строки. Что может быть после упражнений, если мы даем сильную дозировку? Двоеточие. Если мы даем сильную дозировку. Болит голова, если мы даем сильную дозировку, болит голова, ломит глазное яблоко, ломит глазное яблоко, песок в глазах, песок в кавычках, текут слезы, потемнение в глазах, потемнение в глазах, мелькание точек, кругов, перед глазами, точек кругов перед глазами, скрип в глазницах, вот прям скрипит глаз, скрип в глазницах, и цветовые пятна перед глазами. Цветовые пятна перед глазами. Цветовые пятна перед глазами. Цветовые пятна перед глазами. Три восклицательных знака. Первое. Упражнение делать медленно, нерезко, без напряжения. Упражнение делать медленно, нерезко, без напряжения. Второе. Упражнений лучше делать меньше, но чаще. Упражнений лучше делать меньше, но чаще. Упражнений лучше делать меньше, но чаще. Третье предупреждение. У кого сильная близорукость, больше минус четыре. Выполнять не более трех-четырех раз повторов каждого упражнения. Выполнять не более трех-четырех раз повторов каждого упражнения, постепенно наращивая. И четвертое предупреждение. Особая осторожность для тех, у кого было отслоение сетчатки. У кого было отслоение сетчатки. У кого было отслоение сетчатки. А сейчас вопрос к залу. У кого сегодня болели глаза? Поднимите руки. У кого глаза болели? Ну вот где-то процентов 25 заболели глаза. Почему заболели глаза? Это тот же самый эффект, как мы с вами по весне сажаем картошку, да? Всю зиму на диване у телевизора пролежали и вдруг как сумасшедшие три дня. Мешки катаскаем, землю копаем. После этого что? Неделю все мышцы болят. Вот точно так же и у вас. Ваши глазки долго спали. А вы им дали нагрузку. И для них эта нагрузка оказалась значительная. И они ответили тем, что заболели мышцы глаз. Значит, тем соратникам, у которых глазки заболели, вам количество упражнений и количество повторов, то, что вы делали вчера-пазавчера, увеличивать нельзя. А те соратники, у которых ничего, глаза никак не среагировали на эти упражнения, вам можно, так сказать, добавить количество повторов, делать не по три, скажем, а по четыре повтора посмотреть, потом по пять и посмотреть, как глаза на это дело будут реагировать. Глаза, в конце концов, тренируются и к этому привыкают. Что касается предупреждений. Первое у нас было предупреждение. Упражнение делать медленно, не резко, без напряжения. У меня в Москве один соратник на втором ряду сидел. У него такие большие глаза и слегка на выкате. Но в народе называют лупоглазый, да? И вот мы циферблат начали когда делать, он их как выкатил, как давай ими бешено вращать, я чуть не упал. Я говорю, да вы что, да это же глаза. Тут рукой начни мотать, руку отмотаешь, а он глазами начал бешено вращать. Все упражнения надо делать очень плавно, очень медленно. Не надо рвать по стромке, потому что глазодвигательные мышцы, это одни из самых нежных мышц в нашем организме. И их натрудить, надорвать, повредить очень и очень легко, если здорово начать, так сказать, бешено крутить глазами. Второе предупреждение. Упражнения лучше делать меньше, но чаще. Лучше 6 раз по 5 минут в день, чем 1 раз 30 минут. Для вас с сегодняшнего дня это ориентир. И когда вы вечером сегодня будете писать план работы с глазами на завтра, вы должны запланировать 6 раз поработать упражнения на подвижность глаз. Не более. Упражнения на расслабление можно делать хоть целый день. Хоть полдня просидите под пальмингом, от этого вреда не будет. Хоть целый день ходите без очков, делайте центральную фиксацию. От этого тоже не будет никакого вреда. А вот делать упражнения вот эти на подвижность глаз, это опасно. Их не более 6 раз и не более чем по 5 минут каждый раз. И поэтому завтра вы спланируете себе утром на остановке автобусной сделать упражнения на подвижность глаз. В работе, во время перерыва на работе, значит, сделать. Скажем, в обеденный перерыв в столовой очереди сделать эти упражнения. Когда поедете на занятия, сделаете упражнения на остановке. На занятиях завтра сделаем. Это 5 раз. И дома вечером после занятий 6 раз. Вот и все. Вот ваш план работы с глазами. То есть делать упражнения на подвижность глаз. Что касается сильной близорукости, я вам уже говорил и повторю еще раз. У людей, у которых сильная близорукость, у них очень сильно вытянут вперед глаз. И за счет этого у них натянута напряжена сетчатка глаза. Вот поэтому этим людям надо делать упражнения очень и очень осторожно. Выполнять сразу не более 3-4 раз повторов каждого упражнения. Когда глаза привыкнут, болеть не будут, не реагировать, можно постепенно добавлять и наращивать. Опыт показывает, что многие наши соратники после окончания подобных курсов так или иначе помогают другим людям. И это правильно. Мы вас этому и учим, чтобы вы помогали и другим людям. А чкариков-то вокруг ведь полно, правда, и родные, и близкие, и друзья, и знакомые. Но здесь есть важнейший врачебный принцип. Не навреди, не навреди. И прежде чем вы кому-то будете рассказывать и показывать эти упражнения, вы должны ясно и выяснить, какая у человека аномалия рефракции. Что у него? Дальнозоркость, он вдаль видит, а вблизи не видит. Или у него близорукость, он вблизи видит, а вдаль не видит. Если близорукость, то он на какой степени, если сильная близорукость? Очень осторожно надо этому человеку показывать упражнения, если сильная близорукость. Или у него косоглазие, видите, глаз косит. Или у человека астигматизм, он буквы путает на таблице, начинает буквы путать, и очки ему подобрать не могут. Если у человека сильная близорукость, работать осторожно. И особенно надо выяснить, если было отслоение сетчатки, то с этими людьми надо сверхосторожно работать, потому что у них глаз был предрасположен к тому, чтобы отслоиться сетчатка, значит с ними надо работать медленно, постепенно и без всяких быстрых рывков. Понятно? Понятно. А сейчас запишите все тему. Открытие Шичко в физиологии. Открытие Шичко в физиологии. Геннадий Андреевич Шичко, крупный советский психофизиолог, сделал ряд важных открытий в области психофизиологии мозга, и эти открытия легли в основу его системы психоанализа, которую мы изучаем и используем на наших курсах. Первое запишите. Шичко открыл социально-психологическую запрограммированность поведения всех людей. Шичко открыл социально-психологическую запрограммированность поведения всех людей. Социально-психологическую запрограммированность поведения всех людей. Второе открытие Шичко, запишите. Шичко открыл, второе его открытие, Шичко открыл, что слово, написанное человеком перед сном, Шичко открыл, что слово, написанное человеком перед сном в просонном состоянии, Слово, написанное человеком перед сном в просонном состоянии, Действует на сознание и подсознание в сто раз сильнее, Действует на сознание и подсознание в сто раз сильнее, чем слово услышанное, Чем слово услышанное, увиденное, или сказанное, Действует на сознание и подсознание в сто раз сильнее, чем слово услышанное, увиденное, или сказанное, Или сказанное. И третье открытие Шичко, запишите. Шичко открыл, что ложная программа разрушается у человека во сне. Когда он спит, разрушается у человека во сне. Когда он спит, после написания специального дневника и самоглушения. Специального дневника и самоглушения. А сейчас о сути открытий Геннадия Андреевича Шичко. У каждого человека в мозгу находится около 15 миллиардов нервных клеток нейронов. Эти нервные клеточки нейрона обозначаются вот такими вот треугольничками с точками. И эти нейроны имеют свойство образовывать между собой различные нейронные связи. В том числе устойчивые нейронные связи. И вот у меня в голове группа нейронов образовала устойчивые связи. И выход на нервные окончания барабанной перепонки моего уха. И у меня в голове вот эта группа нейронов означает мое имя и отчество. Всякий раз, когда я слышу, что Владимир Георгиевич. У меня в ушах задребезжало Владимир Георгиевич. В мозг пошел сигнал. Сработала программа, что я Владимир Георгиевич. Я оборачиваюсь и говорю, да, я Вас слушаю. На Ивана Ивановича я не оборачиваюсь. А на Владимир Георгиевича всегда обернусь. Потому что у меня в голове записана программа, что я Владимир Георгиевич. Вот где-то вот здесь в зрительном анализаторе в мозгу несколько десятков нейронов образовали устойчивые связи и через зрительный нерв выход на мои глаза. И у меня в мозгу вот эта группа нейронов обозначает зрительный образ моей мамы. Я свою маму отличу среди миллиона женщин, потому что у меня в голове записана программа, чем она от всех других женщин отличается. Вот где-то вот здесь несколько сот миллионов нейронов образовали устойчивые связи. Это моя профессиональная программа. Меня много учили, я сам много учился. Я знаю то, чего вы не знаете. А вы в свою очередь специалисты в своем деле. У вас своя профессиональная программа записана на уровне нейронных структур. Но это все программы положительные. А к сожалению, в голове у человека есть программы и отрицательные, которые ему мешают жить, разрушают его и здоровье, и зрение. Одна из таких программ, это программа алкогольная. Она где-то вот здесь записана. Кстати, она записана у всех до единого сидящих в этом зале. Она записана уже у наших трехлетних детей. Помните, я вам вчера рассказывал, как они в детском саду поднимают и выпивают. И вот эта алкогольная программа имеет выход на уши, на глаза, на нос, на рот. И вообще говоря, она спит, пока ее не растревожен. И вот утром человек собирается на работу. Включил телевизор, посмотрел последние известия, а перед самой погодой идет реклама. Ах, пиво восток, ах, то-то-сё. У него бабах через глаза. Программа заработалась, луна пошла. И вместо того, чтобы идти на работу, плюнул он и побежал в пивную. Программа сработала. У людей, которые курят, где-то вот здесь вот записана табачная программа. И тоже выход на ухо, на глаз, на нос и на рот. И вообще говоря, эта программа спит, пока ее не растревожат. Обратите внимание, как себя ведут курильщики на автобусной остановке. Все люди спокойно стоят, ждут автобуса. И вдруг какой-то курильщик достает сигарету и закуривает. Будьте уверены, в этот момент все-то единово курильщики на остановке тоже достанут, тоже закурят. Либо начнут у друга, дай закурить, дай закурить. Потому что у него программа спала, и вдруг он слышит, чип-чип, спичка чипнула. Носом потянул, смотрит, так этот уже сосет. Так и тебе же надо сосать. И понеслась, ему тоже надо сосать этот ядовитый дым. Вот где-то вот здесь вот записана ложная программа на очки. И звучит она примерно так, что зрение у всех ухудшается, оно и понятно с возрастом. Так вот, соратники, с возрастом зрение у человека ухудшаться не должно. Не должно. Более того, если заниматься своими глазами, то с возрастом зрение может улучшаться. И вот буквально два года назад академик Углов, это всемирно известный хирург, он живет в городе Санкт-Петербурге. Его пригласили в Белоруссии, в Минске. Президент Лукашенко проводил конференцию республиканскую под названием «Трезвость и здоровый образ жизни. Стратегия будущего Республики Беларусь». Из России пригласили и академика Углова, и меня. Ну, с докладами участвовали. Я днем участвовал в конференции, а вечерами вел показательную группу по восстановлению зрения. А жили мы с Угловым в одном номере в гостинице. И я вечером собираюсь на занятия. Он говорит, ты куда? А ему 94 года было. Он в 43 года надел очки плюс полтора, а в 48 лет плюс 2,5. И вот с 48 лет, до 94, он 2,5 очки протаскал на глазах. Он говорит, ты куда? Я говорю, да вот курсы восстановлю зрение. Я говорю, можно. Так о чем я не дыхнул? Так пойдемте. И он посетил всего 4 занятия. То есть 4 занятия он посетил. Я ему еще, и он потом уехал в Санкт-Петербург. Я ему еще в гостинице кое-какие там упражнения показал. Все. Он за 2,5 недели дома снял очки. И вот в прошлом году мы праздновали 95 лет. 5 октября ему было углов. Он вышел, читает свой доклад без очков. Понимаете, работает все. Он, кстати, занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 72 года он оперирует людей. До сегодняшнего дня. Делает самые сложные операции. Человек 96-й год идет, без очков, входит в машину. Но, оказывается, зрение у человека падать не должно. Так вот, такая ложная программа говорит следующее. Что зрение у всех ухудшается. Но врачи мне помогут. Очки меня спасут. Самое главное, самому делать ничего не надо. Ходи по врачам, ной, а сам ничего не делай. Вот такие вот ложные программы. Они, собственно говоря, записаны и у многих у вас. Второе открытие Шичков относится к той области психофизиологии мозга, которая традиционно называется вторая сигнальная система. В переводе на русский язык вторая сигнальная система – это воздействие слова на человека. Все мы слышали расхожую фразу, что словом можно вылечить, но словом можно и убить. Правда? Слыхали вы про это? А вот как вылечить? Как вообще слово действует на человека? И Шичко научно изучал этот вопрос. До него во вторую сигнальную систему включали всего три вида слов. Слово услышанное действует на человека. Я иду, слышу, караул, караул, куда бежать, засуетился, подействовало слово. Слово увиденное тоже действует. Идет человек, читая, не стой под стрелой, тут же все давай головой крутить, где же это стрела, под которой стоять не надо. Подействовало слово. И слово сказанное тоже действует на человека. Вот я говорю, и это слово на меня тоже действует. Так вот Шичко экспериментально обнаружил, что слово, которое человек пишет рукой перед сном, по силе воздействия на сознание подсознание, в сотню раз превосходит слово услышанное, увиденное и несказанное. Как он к этому пришел? Он ставил такие эксперименты. Любому человеку завязывал глаза, в руки на нитке давал капельницу с чернилами, внизу стелил низ бумаги и говорил человеку. Ну-ка думай, круг, 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 человек думает, круг, 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 все смотрят, а рука рисует круг. Ему говорят, ну-ка думай, линия, 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 крест, крест рисует. То есть даже непроизвольно родившаяся в мозгу мысль передается на тончайшие движения пальцев рук. А представьте, какое сильное идет воздействие на мозг, когда человек рукой выписывает вот эти вот маленькие и сложные буквы. Запишите все. Рука – это человеческий орган, вышедший из мозга. Рука – это человеческий орган, вышедший из мозга. Так почему же идет стократное усиление информации, когда человек пишет и пишет перед сном? Когда человек что-то слышит, у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Цену этой информации в народе известна, да? Когда человек видит, работают только глаза. Когда человек говорит, работает речь, моторика губ и языка, и работает слух, он слышит, что говорит. Но когда человек пишет, у него параллельно в мозг информация закачивается по четырем каналам. Рука пишет раз, через руку в мозг идет. Второе. Всякий, кто пишет, видит, что пишет. Глаза параллельно закачивают информацию. Третье. Оказывается, каждый, кто пишет, про себя повторяет то, что пишет. Рот работает. И каждый, кто повторяет, он сам себя слышит. Четыре канала одновременно воздействуют на мозг. И это еще не все, соратники. Шичко изучал так называемые просонные состояния. Что это такое? Ну, каждый человек может находиться в двух устойчивых состояниях. Состояние бодрствования, вот как я сейчас. И состояние глубокого сна. Спит, ничего не слышит. Но оказывается, между этими двумя состояниями есть набор состояний, которые называются в науке просонные состояния. Когда человек еще не спит, но уже и не бодрствует. Ну, самое яркое такое состояние, это состояние гипноза, да? Человек под гипнозом, он же не спит, правда, он же ходит, что-то делает, но он и не бодрствует, он чужую волю выполняет. Шичко, кстати, и начинал изучать именно гипноз. Он сам владел гипнозом, но потом от гипноза он отказался. Потому что выяснил, что есть еще более сильные просонные состояния. И вот вчера вечером, когда вы сидели и писали этот дневник, и уже сидели носом клевали, засыпали, вот это самое продуктивное просонное состояние. Почему? Дело в том, что в мозгу каждого человека находится собственный его бюрократ. Это отдел критики коры головного мозга. Он настолько противный, вот все, что мы положительное, хорошее слышим, он сомневается, да нет, не может быть, а все плохое, то ввое туда, оно идет без задержки. Но этого бюрократа можно обмануть. И вот вечером, когда вы сидели, уже засыпали, уже спать хотите и все, бюрократ, он ленивый, он отключается в этот момент, и все, что вы вечером перед сном писали, идет вам напрямую на уровень вашего подсознания. Без всякой критики, без всякой внутренней цензуры. Ну и когда Шичко понял, что у человека голова набита программами, в том числе ложными программами, и когда он понял, что вот так сильно воздействует слово, которое человек пишет перед сном, перед ним встала задача. А можно ли человеку помочь вот эти ложные программы разрушить, а новые программы, правильные, вместо них записать? И Шичко нашел блестящее решение этой задачи, которое мы сегодня называем психоанализ Шичко. Смотрите, что предложил Шичко. Вот у человека в голове есть ложные программы, что алкоголь хорошо, табак прекрасно, ешь побольше, будешь здоровой программой, да больше ешь, будешь здоровой, очки спасут, врачи помогут, самому делать ничего не надо. Но вот человек приходит на подобные курсы, и ему говорят, слушай, ты вот возьми перед сном и запиши себе прямо противоположные установки. Запиши себе, что алкоголь – яд, запиши, что табак – яд, что смешанное питание – яд, что очки калечат глаза. Запиши. И человек вечером сидит и пишет эти новые установки. Написал их, и тут же ложится спать. И в тот момент, когда человек уснул, у него в голове относительно одного и того же предмета оказалось записано два прямо противоположных представления. С одной стороны, алкоголь – яд, но с другой – выпить хорошо, но ведь это яд. Покурить с друзьями прекрасно, но ведь табак – страшный яд. Ешь побольше – будешь здоровый, но смешанное питание, оно же, так сказать, травит человека. Очки вроде помогают, но ведь они и калечат глаза. Но у нормального человека два прямо противоположных представления об одном предмете в мозгу одновременно быть не могут. Иначе такой человек называется шизофреник. Он думает, что оно и хорошее, и плохое, и белое, и черное, то есть у него раздвоение. Оно должно быть либо плохое, либо хорошее. И вот в тот момент, когда человек заснул, у него начинается мощнейшая борьба этих двух программ. Эти программы – да нет, нет, не может быть, ну как же не может быть, я же разобрался, истина-то ведь вот здесь. И ночью, когда человек спит, у него начинаются разрушаться вот эти ложные программы, и с каждым новым написанным домашним заданием все больше и больше укрепляются программы новые. И как только у него разрушаются старые программы и записываются новые, у него полностью пропадает желание жить по старым программам, а наоборот, это его уже личное желание жить по вот этим вот новым записанным программам. Но что надо сделать человеку, чтобы разрушить ложные программы и записать новые? Что надо сделать? Надо перед сном обязательно выполнить домашнее задание. Написать дневник и написать самовнушение. Поленился, не успел, не захотел, с чем ляжешь спать, с тем и проснешься. Вот эти ложные программы, они разрушаются не на занятиях, когда я вам об этом рассказываю, нет. Они не разрушаются даже тогда, когда вы кому-то это все пересказываете, тоже нет. Ложные программы разрушаются у человека во сне, когда он спит, но перед этим обязательно должен выполнить домашнее задание, написать дневник и самовнушение. Вот почему выполнение домашних заданий строго перед сном, перед тем, как лечь спать, это обязательно условие нашей быстрой и успешной работы на наших курсах. Понятно? Я примерно 10 лет интересуюсь нашей традиционной религией православием. И с удивлением узнал, что тысячу лет на Руси православие борется за спасение души человека, за избавление человека от различной скверны, в том числе и от вредных привычек. Но в православии вот эти программы, которые Шичко назвал программами, они называются бесами. Бесы это суть те же самые программы, но только другой язык. Шичко сказал, у этого человека сильная алкогольная программа, он пьет. А верующие говорят, этого человека одолел без пьянства, он пьет. Этого без курева он курит. Этого без блуда он блудит. Но что больше всего меня потрясло, так это то, что в нашей православной церкви до сегодняшнего дня существует таинство изгнания бесов. И один мой талантливый ученик Владислав Александрович Гайдаенко, он года 4 вел занятия по методу Шичко, а потом решил проехать по нескольким крупным монастырям. И вот он летом попал в Псковско-Печорском монастыре, как раз в тот момент, в те дни, когда там было вот это таинство изгнания бесов. Ему разрешили поприсутствовать, посмотреть, и вот что он мне буквально рассказал. Люди, православные, верующие, крещеные, тех, которых одолели бесы, и они с ними справиться не могут, они приезжают в этот монастырь. Кстати, соратники, шизофрения это тоже одоление человека писания. И у нас до революции не было даже такого диагноза психбольной. Про человека говорили душевно больной. А душу где лечили? А душу лечили в монастыре. И вот этих людей, в том числе и душевно больных, привозят в этот монастырь. Они неделю там живут, соблюдают пост, ходят на службу. И вот в один из дней их заводят в специальное помещение, и перед ними вышел самый мощный монах-священник, какой только есть в монастыре. Он с ними помолился, все, потом повернулся к ним спиной, открыл святоотеческие книги, в которых написаны молитвы по изгнанию бесов. И говорит, совершенно бесстрастным голосом начал тараторить эти молитвы. Он молитвы-то начал тараторить, а я, говорит, смотрю, этих людей взяли вдруг, как начало корешить. Как давай они орать, как они давай кричать, как они давай маты из себя извергать. Один упал, он начал кататься, головой биться. Там такое началось с людьми беснование. Вот эти рок-музыканты на сцене выламываются, они делают вид, что с них бесы идут. Да это тьму, говорит, по сравнению с тем, как с людей действительно бесы-то подлезут. У одного, говорит, под конец сеанса аж пена из оста пошла. А священник читает, отчитку ведет, а глянется, ему самому страшно, что с людьми-то там творится. Я, говорит, даже не понял, сколько времени это таинство продолжалось. Но в конце концов священник вывел их из этого состояния транса, они встали, отряхнулись, помолились. И вот когда они, говорит, выходили из этого помещения, Владик говорит, я каждому из них посмотрел в глаза. И такое ощущение, что люди прошли наш недельный курс Шичко. Вот какой-то, говорит, осмысленный человеческий взгляд. Силою Слова Божьей удалось разрушить вот эти ложные программы. Но вы смотрите, как это жестоко происходило. Жестоко все-таки с людьми. Шичко нашел научный способ разрушения ложных программ и записи программ на голос. Но я хочу вас предупредить, соратники, что и для вас эта неделя просто так незамеченной не пройдет. Какие-то на себе изменения вы все равно почувствуете. На кого-то может напасть бессонница, вот не может спать еще, все ясно. А на кого-то, наоборот, такая сомливость нападет, что вот пришел, только ручку взял, бабах, тут же засыпает. Тоже защитная реакция, бесы не хотят так просто покидать и уходить. Вот. У кого-то может слегка повышенная раздражительность, у кого-то может слегка голова побаливать будет. Не бойтесь, уже сотни тысяч людей провели сами свой психоанализ. Вот чем мне нравится психоанализ, Шичко, что здесь не я, а вы сами вечером перед сном сидите и разбираетесь, что у вас в голове правильно, а что у вас в голове ложное. То есть сами ведете свой психоанализ. Интересно, судьба у этого Владислава Александровича Гайдаенко, его судьба в конце концов забросила в самый мощный монастырь, который есть на сегодняшний день в нашей стране, Мокочинский монастырь. Это 250 километров севернее Томска. За последние 10 лет на болотах вырос монастырь без единой копейки денег, вот божьим промыслом. Размеры монастыря 140 метров на 60, стены 8 метров шириной, 4 этажа высотой, храм построен, монахи. То есть это просто чудо какое-то, понимаете, вот этот вот вырос монастырь в болотах на севере Томской области. И вот он сейчас там, иеромонах, монах-священник в этом монастыре, я туда довольно часто езжу, мы помогали и строить, и общаемся, продолжаем общаться, в общем. И он рассказал интересную историю. Как-то к настоятельному монастыря приехала женщина, одна мать из Новосибирска. Бросилась к нему в ноги и начала умолять, у ней сын одержим бесом. Сын одержим бесом. Он в смирительной рубашке в сумасшедшем доме в Новосибирске сидит, ну, лежит там в смирительной рубашке. Я уж не знаю, как она уговорила, но игумен согласился, ладно, привози его. И вот его связанного в смирительной рубашке привезли в этот монастырь. Его взяли в храме, в храме щит, и на щит вот так привязали веревками руки и ноги, чтобы он, так сказать, не это самое, ну, не дергался, ничего. А мать рядом с ним на дефичке спала, то есть спала, за ним ухаживала, убирала, кормила его, и все. И вот он так-то был нормально себя вел, тихо, спокойно, все. Но как только начиналась в храме служба, как давай он орать, как давай из него маты идти, то есть у него, говорит, напрягалась вот шея, мы думали, у него вены на шее лопнут, понимаете? То есть так орал этот из него бес, когда начиналась эта служба. А Владик говорит, а я мимо него хожу все время, ну, в храме-то хожу, а поясно, а он был послушник еще, поясно, что на тебя-то перекинется. Я, говорит, мимо иду, раз себя перекрестил, его перекрестил, а он так полубезумно, говорит, смотрит на меня. А потом, я, говорит, решил его перекрестить так, как это положено. Подхожу, говорит, к нему и говорю, во имя Отца, Сына и Святаго Духа, как он заорет, как, говорит, из него, я думал, он лопнет и умрет. Вот буквально, говорит, ощущение было, то есть такой из него дикий рев пошел из этого человека. И материнское сердце не выдержало. Шесть дней она его продержала там и сказала, нет, ладно, забирайтесь, сворачивайте его, так сказать. Увезли назад сумасшедший дом, хотя в принципе, в принципе, мог без выйти, так сказать, и одержимость с него могла выйти. То есть мог снова стать нормальным человеком. Запишите все замечания по дневникам. Замечания по дневникам. Сегодня в перерыве вы сдадите ваши домашние задания на проверку. Но я уже знаю, каких вы там ошибок понаписали, поэтому вот такие будут общие замечания по дневникам. Первое замечание. Прочь сомнения. Три восклицательных знака. Прочь сомнения. Три восклицательных знака. Ну-ка, ну выйдет, пожалуйста. Александр Васильевич, проводите. Значит, прочь сомнения. Три восклицательных знака. В чем ошибка? Пишет соратница в дневничке. Да, Владимир Георгиевич, конечно, вы умеете рассказывать очень интересно и убедительно, но боюсь, что мне это не поможет. Ах ты думал. Да бойтесь вы сколько угодно. Но зачем этот страх перед сном на бумагу писать? Ведь она, написав установку, что мне это не поможет, во сколько раз свой страх распалила? В сотню раз она же перед сном написала. Мне это не поможет. Если соратники перед сном писать, что все это ерунда, все это не поможет, не поможет никому. Уже пробовали. Уже пробовали. Если это писать, точно не поможет никому. Наоборот, я вам что говорю? Надо писать установки. Я восстановлю свое здоровье и зрение. Я буду видеть без очков так же, как в очках, даже лучше. Я разрушу эти ложные программы. Как один соратник в Санкт-Петербурге у меня в конце каждого дневника большими буквами писал. Я победю! И восклицательные знаки. Победю! И победил! Потому что он давал себе настрой победить, а не проиграть. Второе замечание, запишите. Отвечать на все вопросы утвердительными, правильными ответами. Отвечать на все вопросы, все подчеркните. В дневнике нет ни одного лишнего вопроса. Отвечать на все вопросы утвердительными, правильными ответами. Утвердительными, правильными ответами. Ну, типичная ошибка. Вопрос номер 4. Ваша работа по очищению организма от шлаков. Человек искренне пишет. 4. Я не очищаю организм. Точка. Всё. А бесленный там сидит, говорит, во-во-во, оно тебе надо, клизма, да плюнь ты на это дело. И человеку даже желаний не возникает очищать свой организм. Он написал установку. Я не очищаю организм. А я вам что сказал? Даже если вы чего-то не делали, вы не пишите, что вы не делали. А вы ответьте так, чтобы это была установка на завтра. Завтра я обязательно начинаю очищать организм от шлаков, как так, как это способствует быстрому восстановлению моего здоровья и зрения. Понятно? То есть каждый ответ должен работать на разрушение ложной программы и на формирование новой вашей программы. Программы очистки организма, программы восстановления здоровья и зрения. Вот у нас разработаны дневнички по питанию. Вам потом растадут на встречах эти дневнички для образца. И там есть такой вопрос четвертый. Ваше отношение к соленостям, к копченостям, сладостям, мучным? Пишет соратница. Очень люблю солености, копчености, сладости, мучное. Я смотрю, вес у ней 118 килограмм. Но любит. Нет сомнений. Любит и очень сильно. Но зачем же про эту любовь перед сном на бумагу-то писать? Ведь она, понаписав, очень люблю копчености, солености, во сколько раз эту любовь распалила? В сотню раз. Это на утром все бросит. Побежит в лавку за колбасой. Но она же любит, она же вот только себе записала. А я беру, проверяю и очень люблю, зачеркиваю и пишу. Солености, копчености, мучное очень вредны моему драгоценному организму. Я в чем-нибудь вру? Нет. Да, я их люблю, но ведь они же и вредны. Так зачем же писать люблю? Вы пишите, вредны, вредны, вредны. И любовь-то у вас затухнет. Третье замечание запишите. Все ответы от первого лица. Все ответы от первого лица. И большими буквами. Я, мне, мое в каждом ответе. Я, мне, мое в каждом ответе. Я, мне, мое в каждом ответе. Я вот уже с 88-го года, 13-й год, веду занятия по методу шичком. И я обнаружил, что вот мы, люди русские, люди настолько скромные, что не приведи Господь. И лишний раз написать слово «я», это надо человека палкой бить, чтобы он написал «я». Привыкли как-то изъясняться иносказательно. Завтра утром надо сделать зарядку, точка. Аленный бес там сидит, говорит, надо-надо, дуракам в телевизоре. Вот они каждый день делают эту зарядку. А ты спи. Оно тебе надо? А тебе-то оно не надо, правда? Ты же не написал, что это мне надо. Просто надо. Надо тете Моте. Ну, так тетя Моте пусть и делает. А ты лежи и спи. Поэтому, соратники, в каждом ответе должно быть ваше слово «я». Завтра утром я встану в 7.00, я сделаю зарядку. Все это установка. Установка, которая сработает. Четвертое запишите. Вредны односложные ответы. Вредны односложные ответы. Вредны односложные ответы. Ну, тоже типичная ошибка. Пишет соратница. Вопрос номер 14. Ваше отношение к спиртному. Пишет 14. Отрицательное. И что-то туда пошло отрицательное. А спустя там еще вопрос. Ваше отношение к занятиям пишет. Положительное. И пошло туда что-то положительное. И лег спать. Он-то лег спать, а всю ночь отрицательное за положительным. Бегало-бегало и к утру замкнуло. И получился ноль. Это в лучшем случае ноль. А в худшем бесы отрицательное к чему-нибудь хорошему прилепят. А положительное к плохому. Они это тоже умеют делать. Поэтому соратники ни в коем случае нельзя писать абракадабру перед сном. Каждый ответ в дневничке должен работать на разрушение ложной программы. Либо на формирование новой программы. И ответ должен звучать так. Мое, мое. Отношение к алкогольному яду. Моче дрожжевых бактерий. Резко отрицательное. И тогда это будет не просто напишется на ответ. А это будет торпеда, которую вы запустите в самый центр алкогольной программы. И она ночью ее изнутри будет разрывать. Потому что мое отношение к этому яду резко отрицательное. И последнее, пятое. Запишите. Нельзя сокращать слова в дневнике и самовнушении. Нельзя сокращать слова в дневнике и самовнушении. В дневнике и самовнушении. Ну тоже типичная ошибка. В тринадцатой я вам сейчас дам самовнушение под запись. Там есть тринадцатая установка. Звучит так. Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным и табачным ядом. И носить очки, калечить свои глаза. А уже поздно. Человек уже устал. И он сидит и пишет. Я навсегда прекращаю травить себя А и Т ядом. Точка. Все. А бес алкогольно-табачный сидит и говорит. Во-во-во-во. Есть еще ДТТ яд. Не трави. И уксус не пей. Керосин не нюхай. А разве есть такие яды? Кто слышал про яд А? Есть витамина. Я знаю. Яда А нет. И яда Т я ни разу не смехал. Поэтому все должно быть прописано полностью. Алкогольным, табачным ядом. Никаких сокращений в дневнике и самовнушении не допускается. Вот когда вы на занятиях пишете конспект, вы можете сокращать, чтобы вам было понятно. Но когда делаете домашнее задание, все должны писать полностью. А сейчас все вырвите по листочку из вашей тетрадки. По листочку вырвите все по-чистому. Кто-то двойной может с соседом поделиться. По листочку вырвали все. И сверху написали заголовочек. Пункт 27. Самовнушение. По листочку все вырвали. И написали сверху. Пункт 27. Пункт 27. Самовнушение. Самовнушение, соратники, это набор 15 абсолютно вымеренных фраз. Которые являются фундаментом новой программы, которую мы себе записываем. А это программа здорового образа жизни, программа быстрого восстановления здоровья и зрения. Пишется оно в конце дневника. После окончания написания самовнушения ничего больше делать нельзя. Надо закрыть глазки, сделать памятник, расслабиться и с расслабленными глазами уснуть. Итак, первое написание, первую установку. Я спокойный и уравновешенный человек. Я спокойный и уравновешенный человек. Второе. Я умею расслабиться во время отдыха и при работе с глазами. Я умею расслабиться во время отдыха и при работе с глазами. Третье. Я умею расслабиться во время отдыха и при работе с глазами. Третье. Я стремлюсь к восстановлению своего здоровья и зрения. Четвертое. Четвертое. Я навсегда разрушу программу ношения очков. Я навсегда разрушу программу ношения очков. А также алкогольную и табачную программы в своем сознании. Пятое. Алкоголь и табак все пишем. Алкоголь и табак очки. Это мое плохое самочувствие и зрение. Алкоголь и табак очки. Это мое плохое самочувствие и зрение. Болезни. Ранняя старость и слепота. Это мое плохое самочувствие и зрение. Болезни. Ранняя старость и слепота и смерть. Шестое. Трезвость. Все пишем. Трезвость. Раздельное питание. Трезвость. Раздельное питание. Расслабление и упражнение глаз. Расслабление и упражнение глаз. Это моя молодость, красота, здоровье. Отличное зрение и жизнь. Это моя молодость, красота, здоровье. Отличное зрение и жизнь. Трезвость. Трезвость. Раздельное питание. Расслабление и упражнение глаз. Это моя молодость, красота, здоровье. Отличное зрение и жизнь. Следующее. Мои глаза становятся лучистыми, ясными, зоркими, чистыми. Это восьмое. Седьмое. Мои глаза становятся лучистыми, ясными, зоркими, чистыми. Восьмое. Я каждый день чувствую улучшение своего здоровья и зрения. Я каждый день чувствую улучшение своего здоровья и зрения. Девятое. Девятое. Я часто моргаю и закрываю глаза. Девятое. Девятое. Я даю отдых своим глазам 3-5 минут каждый час. Тире. Делаю пальминг. Я даю отдых своим глазам 3-5 минут каждый час. Тире. Делаю пальминг. Вот у нас уже больше часа прошло, и давайте все сейчас дадим отдых своим глазам, сделаем пальминг. Потерли все руки до тепла, потерли руки до тепла друг от друга, так. Сложили ладошки домиком, перекрестили пальцы под прямым углом перед собой, так. Надели себе на глаза, чтобы нос торчал. Александр Алексеевич, помогите вам срать, пришел первый раз, вот так. Так. Глазки все закрыли, успокоились, расслабились, приняли все удобную позу. Локти обязательно надо поставить, либо на колени, либо на подлокотники, либо на впереди стоящую спинку кресла. Лучше всего делать пальминг за столом, конечно. Лучше всего делать за столом. Вот здесь еще, Александр Алексеевич, помогите. Итак, глазки все закрыли, успокоились, расслабились, начинаем наш пальминг. С этой минуты, каждый час работы с глазами, читаете, пишете, смотрите телевизор, что-то делаете. Час прошел, надо дать отдых и расслабление своим глазам. Парминг начинается с комплимента своим глазам. Каждый про себя говорит, глазки мои хорошие, глазки мои отдыхают. Вот, локти поставили все, все локти поставили на колени или куда-то на твердое место. Глазки мои отдыхают. С каждым днем мои глазки видят все лучше и лучше. Мышцы моих глаз расслабляются. И вот здесь вот близорукие представляют, как у них расслабляются косые мышцы глаз. Вот здесь еще, Александр Алексеевич. Расслабляются косые мышцы глаз. Как у них глазки снова становятся круглыми, шариками. Как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. А дальнозоркие представляют, как у них расслабляются прямые мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются светочиспительные клетки, колпочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в мозгу. Весь наш зрительный тракт расслаблен. Для того, чтобы лучше и быстрее расслабить зрение и дать отдых своим глазам, Бейтс придумал два упражнения. Первое он назвал «мысленное представление». И вот здесь надо представить что-то однородно темное, черное. Скажем, черное бархатное платье. Или черный бархатный занавес в театре. Он такой черный-черный, темный-темный. И вот звенит третий звонок. Гаснет свет, занавес все чернее, темнее. И второе упражнение под пальмингом, которое придумал Бейтс, называется «мысленное воспоминание». И у каждого из вас должно быть два-три дежурных приятных воспоминания. Чтобы всякий раз, делая пальминг, вы думали о чем-то добром, хорошем, приятном. Потому что приятное воспоминание расслабляет психику, расслабляет мышцы, мышцы лица, мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Бейтса. Расслабление. А потом уже идет тренировка глазодвигательных мышц. Бейтс также обнаружил, что у каждого человека есть так называемые буквы и образы оптимумы, которые человек видит лучше. И буквы, и образы пессимумы, которые человек видит хуже. Ну, скажем, буквы оптимумы – это простые буквы, такие как О, Т, Р. Человек их даже маленькие видит хорошо издалека. А такие сложные буквы, как Ж, Щ, Ю, Я, И, М – человек даже с хорошим зрением их видит хуже. В общем, это буквы пессимумы. Образы оптимумы. Ну, образ оптимум – это лицо вашего ребенка. Вы и без очков своего ребенка узнаете с 10 метров, потому что он ваш, он родной. Вы знаете, что и как в нем надо узнать. А, скажем, образ пессимум – это китайский или японский иероглиф. Хоть полдня на него смотри, ни один русский человек запомнить его не может. Что там можно запомнить в этих крючках, хвостах. А китайцы их читают десятками за одну секунду. Для них это образ оптимум. Так вот, всякий раз, когда вы будете выходить из пальминга носом, с закрытыми глазами, Бейтс рекомендует рисовать буквы пессимумы, те, которые вы видите хуже. Запоминайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу сели, все прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом нарисовали большую печатную букву «Ж», как Буратино носом нарисовали. Букву «Ж», букву «Щ», нарисовали носом, букву «Щ», букву «Ы», букву «В», букву «М», букву «М». А сейчас глазки тихонечко промокнули, тереть их не надо, как дети кулачками промокнули. Глубоко все вздохнули, выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. Близорюкие очки не надевают. Дальдозоркие посмотрите. Если можете покрупнее пописать без очков и увидеть. Попишите без очков. Если нет, то наденьте очки. Давайте допишем самоврушение. Одиннадцатый пункт. Одиннадцатый пункт. «Я вижу и далеко, и близко мельчайшие детали». «Я вижу и далеко, и близко мельчайшие детали». Двенадцать. «Солнце и естественный свет, друзья моих глаз». «Солнце и естественный свет, друзья моих глаз». «Я навсегда прекращаю травить себя алкогольным и табачным ядом и носить очки, калечить свои глаза». «И носить очки, калечить свои глаза». «И носить очки, калечить свои глаза». «Четырнадцать». «Калечить свои глаза». «Четырнадцать». «Мое здоровье укрепляется, мое зрение восстанавливается. «Мое здоровье укрепляется, мое зрение восстанавливается». «Мое здоровье укрепляется, мое зрение восстанавливается». «Пятнадцать». «Мое зрение восстанавливается». «Пятнадцатая установка». «Впереди у меня прекрасная трезвая жизнь». Все пишут. «И отличное зрение». «Впереди у меня прекрасная трезвая жизнь и отличное зрение». «Впереди у меня прекрасная трезвая жизнь и отличное зрение». И заканчивается самовнушение. Пишем три магических слова. Жизнь, восклицательный знак. И отличное зрение. Жизнь, восклицательный знак. Зрение, восклицательный знак. Жизнь, восклицательный знак. Жизнь. Зрение. Жизнь. А теперь ниже все напишите. Это самогнушение. Это самогнушение. За два дня выучить наизусть. Это самогнушение. За два дня выучить наизусть. И писать в конце дневника по памяти. Это самогнушение. За два дня выучить наизусть. И писать в конце дневника по памяти. Значит, зачем мы с вами написали это на отдельном листочке? Чтоб вы сложили в карманчик и за два дня вы зубрили эти пятнадцать формул наизусть. Сегодня я вам разрешаю писать в дневничке, подглядывать самогнушение. Или подглядывать и писать. Но завтра вечером надо уже будет вспоминать и писать. Вспоминать и писать. И я вам завтра объясню, почему это очень и очень важно. Чтоб вы выучили наизусть, вспоминали и писали. Вспоминали и писали. Так? А сейчас? Сейчас. Я попрошу всех достать конверты, которые я вам сегодня раздал. Все достаньте конвертики свои, которые я вам раздал. Так. И все посредине конверта, вот где кому? Вот здесь вот посредине прямо конверта, напишите свой псевдоним, имя и отчество. Все прямо посредине конверта напишите свой псевдоним, имя и отчество. Свой псевдоним, имя и отчество полностью. Псевдоним. Что? Да как угодно. В именительном, в родительном. Свой псевдоним, имя и отчество. Все написали на конвертике. Так. Поставили запятую и написали, сколько вам полных лет. Поставили запятую и написали, сколько вам полных лет. Чифры, конечно, начали прописать. Сколько вам лет написали, столько-то лет. Поставили запятую и напишите, какой у вас примерно вес. Примерно вес. Какой у вас. Ну, что вы так задумались. Но если не знаете, напишите. Меньше 200 килограмм. Неужели? Буду знать. Так. Примерно ваш вес. Поставьте запятую и примерно ваш рост. Напишите примерно ваш рост. Ваш вес и ваш рост. Так. А теперь сверху заранники. Вот там, где у нас вроде обратный адрес пишется сейчас по новым меркам, в левом углу верхнем, Все напишите проблему, с которой вы пришли. Допустим, близорукость. Оба глаза минус 5. Или дальнозоркость плюс 2. Или плоский глаз. Читаю плюс 4. Хожу плюс 2. Или астигматизм. Или катаракта левого глаза. То есть, какая проблема у вас есть, вы ее сюда должны написать на конверте, с которой вы сюда пришли. В левом верхнем углу. Левый верхний угол. Вот здесь вот. В левом верхнем углу. Напишите проблему, с которой вы пришли. Так. А теперь, соратники, кто из вас курит? Поднимите руки. Только без стеснения повыше. Поднимите, кто из вас курит. Так. Значит, те, кто курит, напишите еще табак. Проблему. Табак. Табак. Значит, те соратники, которые курят, сегодня вечером, после окончания занятия, выходите все на крыльцо этого дома культуры, и никто там не курит. Все меня ждут. Достаньте ваши сигареты, не поджигая, ждете меня. И я выйду, отравлю вас табачным ядом. И с сегодняшнего дня я вам курить запрещу. Разрешу только травить себя табачным ядом. Я расскажу, расскажу, покажу, как это делается. Больше трех дней у меня ни один человек не выдерживал. На третий день уже увидит кого с сигаретой, бросается ты, что ж, как окружающих и себя травишь этим страшнейшим ядом. Вот я сегодня вас отравлю. Понятно? Значит, меня ждут курильщики на выходе. Я покажу, как это будет делаться. Так. А сейчас что? Кто пьет, кто пьет, тоже. Тоже это в нем. А, и по башке, да? Так. А сейчас, соратники, я попрошу все, что вы вчера вечером написали, анкету и дневник, пусть неправильно, плюс с ошибками. Ничего страшного, никто вас за это дело не укусит, потому что мы же учимся. Бланк анкеты и дневника остается у вас. Бланк. А только те листочки, на которых вы писали, вы их аккуратненько сверните, положите в конвертик и Александру Алексеевичу сдадите. Все поднимитесь, выйдите туда на выход, сбросите ему туда в сумочку конвертики на проверку, а потом все заходят назад, и каждый не садится, а встает на своем месте, встает стоя. Мы после перерыва с вами будем рады. Не, 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 не вы. Все отлично. Мы сейчас с вами разучим несколько очень мощных упражнений на расслабление психики, мышц, глазодвигательных мышц. И первое упражнение, которое вы разучите, называется медвежье покачивание. Как делаются надежные покачивания? Ноги на ширине плеч, руки безвольно висят, тело абсолютно прямое. И я как маленькая встанька начинаю, как медвежонок, перекатываться, переносить без тела с одной ноги на другую. Смотрите как. Раз, два, три, четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились. Давайте все вместе попробуем. Ноги на ширине плеч, руки висят. Начали все вместе к окошечку. Раз, два, расстеги. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Руки висят, не сзади, а просто висят. И раз, два, очки снять. Три, четыре, очки снять. И три, и четыре. Остановились. Значит, в чем суть этих упражнений? Пейс подсмотрел эти упражнения медвежьи покачиваниями у крупных животных в зоопарке. Оказывается, все крупные животные в зоопарке покачиваются. Медведь покачивается, слон покачивается, жираф покачивается. И он задался вопросом, зачем они покачиваются? Оказывается, крупные животные таким образом расслабляют свою психику. Медведь в клетке, ему плохо, его драздят, палкой тыкают, камнем кидают. А он стоит, с ноги на ногу покачивается и психику свою расслабляет. Если бы медведь не покачивался, он бы на третий день от инфаркта умер. А так они по три года в клетке живут. Итак, попробовали еще раз все вместе. Начали все вместе, смотрите все на меня. Поморгали, поморгали, сделали центральную фиксацию на меня. И начали все вместе к окошечку. И раз, длиннее, и два, и три, и четыре. Все вместе. И раз, два, три, четыре. Окно, стена. Окно, стена. Окно, стена. Не в ту сторону качаешься. И раз, два, и три, четыре. И раз, два, и три, и четыре. Остановились. Значит, при покачиваниях ноги все время на земле, носочки. А пяточка дальней ноги поднимается. Только пяточка. И вы, как Ванька-встанька, переносите центр стяжести с одной ноги на другую. Еще раз попробовали все вместе. Поморгали глазками. Начали к окошечку. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. Скакать не надо. Четыре. Прямое тело. Плечи ходят ровно совершенно. Четыре. И раз, и два, и три. И четыре. Остановились. Ошибки. Нам у соратнику так хочется хорошо сделать, что он и раз, и два. И он аж перегибается. Перегибаться не надо. Тело абсолютно ровное. Как будто лом проглотили. Или доску к спине привязали. Попробовали еще раз. Начали к окошечку. И раз, и два к спине. И три, побыстрее. Четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Вот там соратнице подскажите. Немножко надо. Четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два. Пяточку подняли. Три, четыре. Остановились. Еще одна ошибка. Тоже соратнику хочется сделать как-то так. Не совсем обычно он делает. И раз, и два, и три. Кормой качаем. Кормой качать не надо. Это не расслабляет. А вот с ноги на ногу переноси. Центр тяжести. Это расслабляет. Попробовали еще раз. Все вместе. Начали. И раз, и два, и три, и четыре. Пяточку поднимаем. Не забываем пяточку поднимать. Дальние ноги. Два, три, четыре. И раз, два, и три. И раз, два, и три, и четыре. И остановились. Поморгали. Второе упражнение, которое мы разучим, называется большие повороты. Как они делаются? Ноги на ширине плеч. И вот смотрите. Я грудью, глазами и лицом поворачиваюсь к окошечку. Раз, закручиваюсь на правую ногу. И вот я уже грудью, лицом, глазами смотрю на окно. А в это время задняя нога, пяточка подворачивается вверх. А на счет два я вжик. И вот я уже грудью, лицом, глазами смотрю на стенку. И пяточка второй ноги тоже подворачивается. На счет три опять на одну. На счет четыре опять в стенку. Итак, ноги на ширине плеч, руки безбольно болтаются. Начали все вместе. Грудью, лицом, глазами повернулись к окошечку. И раз, в стене. И два, и три. А вот мне надо расставлять к окошечке. И раз, и два, и три. И раз, и два, и три, и четыре. И остановились. Нет саранки. Это не упражнение с мешком, а это упражнение на расслабление. Некоторые раз, и два. Понимаете? Это упражнение, это вальс, это танец, который человека расслабляет. И раз, и два, и три, и четыре. Попробовали еще раз все вместе. Начали к окошечку. И раз, и два, и три. Легко, легко, и четыре. И раз, и два. Пяточку сзади поднимаем. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились. А шею есть. Один саранник делает так. И раз, и два, и три. И на меня смотрит. На меня не надо смотреть. Мы грудью, лицом, глазами смотрим то на окошечко. Вот я, грудью, лицом, глазами. А потом, шик, все у меня пролетело перед глазами. И я уже смотрю на эту стенку. Попробовали еще раз. Начали все вместе. Окошечко. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Пальц, пальц, танцы. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились. И вот это упражнение, грудь, подсмотрел у наших детей. Дети наши постоянно крутятся, кружатся, вертятся. И он задался вопросом, почему дети так любят крутиться, кружиться и вертеться? А оказывается, дети таким образом расслабляют свою психику. Ребенка обидели, а он пошел, покрутился, повертелся и, как говорится, забил горе веревочкой иногда, это называется. И вот это вот состояние у человека. Маргарет Корбетт, это одна из учениц Пейца, лучших учениц, в своей книге пишет, что большие повороты это самое наилучшее упражнение, расслабляющее психику и мышцы глаз. И она рекомендует делать этих поворотов утром и вечером по 70-100 штук, вот 70-100 раз вот так повернуться. Более того, не просто повернуться туда-сюда, а взять и в этот момент попеть какой-то хороший вайс и в ритме вайса получить вот это вот полное расслабление. Еще раз попробуем все вместе. Ноги на ширине плеча, очень не надо расслаблять. И начали все грудью, лицом, глазами к окошечку. И раз, и три, и три, и три, и раз, и два, и три, и три, и раз. Ноги на ширине, и два, и три, и четыре, и раз. Остановились. Почему мы так подробно изучаем большие повороты и медвежьи покачивания? Потому что они входят в состав по еще более сложным и более важным упражнениям, которые мы будем разучивать сейчас. Не сгибаются, ноги в коленках поднимаются, в примере почти вот так. Кряточка поднимается, как танцы, как уставайся. А сейчас, соратники, мы с вами разучим комплекс упражнений на улучшение мозгового кровообращения. Этот же комплекс и для профилактики шейного остеохондроза. Если кого-то мучает, это один и тот же самый комплекс. При этом соратники делать очень резкие движения ни головой, ни руками, ничем нельзя. Все движения делаются плавно, спокойно, чтобы, не дай бог, ничего там не стрелять, ничего не сделать. Итак, ноги нашли мне плечи, все на меня посмотрели, поморгали, поморгали, сделали на меня центральную фиксацию. Поморгали, поморгали, поморгали просто в мою сторону, потом на меня, сосредоточили внимание на лице, ну, скажем, на бороде. Поморгали, сделали центральную фиксацию. Итак, первое упражнение. Все аккуратненько положили голову, ухо на плечо. Раз, к окошечку. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, три, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Теперь голову подняли все вверх до отказа. Раз, на счет два прямо, на счет три вниз, под бородом к грудью, твердость. И на счет четыре прямо. Раз, и раз, и два. Глаза открыли. И три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Теперь голову вправо, влево. Начинаем голову к окошечку. Резкие движения не делаем. Повернули все, как внуков. Раз, прямо, два. К стене, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. И раз, два, три. И четыре. Стряхнулись, поморгали. А теперь вращение головой. На 4 счета. При этом глаза открыты. Вращать очень медленно. Быстрое вращение головой запрещено. Глаза открыты. Посмотрите, как я это делаю. Кладу голову на грудь. Начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в обратную сторону. Итак, положили все головы на грудь. Руки висят. Начинаю. 1, 2, глаза открыты. 3, 4, 5, 6, 7, 8. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стряхнулись. Поморгали. А теперь плечи. Подняли все плечи вверх. 1, на место 2. Вниз потянули. 3 и 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стряхнулись. Поморгали. А теперь плечи сводите вперед. И спину выгибаете колесом. 1, плечи свели вперед. 1, на счет 2. Прямо. На счет 3. Плечи сводите назад. И грудь колесом. 3. И на счет 4. Прямо. Начали. Плечи вперед. 1, 2, плечи назад. 3, 4. Спина колесом. 1, 2, грудь колесом. 3, 4. Еще раз. Плечи вперед. 1, 2, грудь колесом. 3, 4. Ну, у кого грудь, у кого же ваша? Так. Следующее вращение плечами. Начали. 1, 2, 3, 4. И 5. Стряхнулись. Поморгали. Теперь ноги неподвижные. Делаем поворот плечо вперед. При этом смотрим то на окошко. Одно плечо вперед. Смотрим на окошко. На счет 2 прямо. На счет 3 другое плечо вперед. Смотрим на стенку. На счет 4 прямо. И делаем это непрерывно. Как будто танцуем. Приготовились все и начали. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И стряхнулись. Поморгали. А теперь делаем поворот плечо назад. И смотрим через плечо. Повернули плечо назад. И смотрим за себя. Вот туда, прямо на лампочку. Туда смотрим. На счет 1. На счет 2 прямо. На счет 3. Через второе плечо. И на счет 4 прямо. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 4. И стряхнулись. Поморгали. Кулачки взяли в замочек перед собой. Локти сильно не расставляйте, чтобы соседу в глаз не заехали. И делаем скрутку назад. Как мы ее делаем? Ноги неподвижные. Смотрите. Я себя назад скрутил. 1, 3. И на счет 4 в исходное положение. И начали все. И 1, 2, 3. Скрутили себя. 1, 2, 3. И 4. И стряхнулись. Поморгали. Наклоны в сторону. Руки пошла. Начинаем как ушечку. Начали. И 1, 2, 3. 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 И 1, 2 этого вальса, надо выучить и тоже его хоро в коллективе петь. Запевать по моей команде. Я скажу 3-4. Начали. Запою и все вместе запоем. Итак, ноги на ширине плеч, руки висят. Начали грудью, лицом, глазами к окошечку. И раз, и нет, и два. Запевать по моей команде. Четыре. И раз, и два. Легко, легко идем. Танцуем вальси. Четыре. И раз, и два. И два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Наш любимый вальс забивает. Четыре. И четыре. На фронт, друзья, веселые, Простились мы со школою, Но каждый год мы сходим в литров этой класса. И школьный вальс опять звучит для нас. Сударные пищами, С финалами и книжками Входили и садились по ледам. Здесь песни класса пройдена, И здесь мы слова Родина. Первый метр, щита и по сладам. Ну ничего, это первое. Первый метр, щита и по сладам. И, наконец, заключительное Медвежье покачивание. Многие на ширине плеч помогали, Сделали центральную фиксацию. На табличку можно сделать центральную фиксацию. И начали все как кошечки. И раз, и два. Покачивание, как медвежат. И раз, и два, и три, и четыре. Окно, стена. Окно, стена. Ну что, для всех уровнях не в ту сторону. И раз, и два, и три. И раз, и два. Поборгали, поборгали глазками. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. Все, взяли все по месту. Поборгали. 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 Занятие. Я попрошу близоруких опять очки не надевать. Дальнозурки, ну, более слабые есть наденьки. Нет, попишите в своем. Запишите все, откройте конспекты и напишите все заголовок. ПАЛЬМИНГ. 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 Поставьте тире, напишите. Это биофорез глаз. Это биофорез глаз. Делаем 3-5 минут, каждый час работы с глазами. Делаем 3-5 минут, каждый час работы с глазами. Делаем 3-5 минут, каждый час работы с глазами. Заголовочек. ПОД ПАЛЬМИНГОМ ДВЕТОЧИЕ. ПОД ПАЛЬМИНГОМ ДВЕТОЧИЕ. ПОД ПАЛЬМИНГОМ ДВЕТОЧИЕ. 1. КОМПЛИМЕНТ СВОИМ ГЛАЗАМ. 2. ПРЕДСТАВИТ РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦЫ. 3. ПРЕДСТАВИТЬ РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦЫ. 3. ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО-ТО ОДНОРОДНО ЧЁРНОЕ, ТЁМНОЕ. 4. ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО-ТО ОДНОРОДНО ЧЁРНОЕ, ТЁМНОЕ. 4. ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО-ТО ОДНОРОДНО ЧЁРНОЕ, ТЁМНОЕ. При выходе из пальминга носом с закрытыми глазами рисовать буквы пессимумы, которые вы видите хуже. Носом при выходе из пальминга с закрытыми глазами рисовать носом буквы пессимумы. С закрытыми глазами рисовать носом буквы пессимумы, которые вы видите хуже. Буквы пессимумы. От слова пессимизм, да, оптимизм, пессимизм это тот корень. Буквы пессимумы, которые вы видите хуже. И вы их начнете видеть лучше. Буквы пессимумы, которые вы видите хуже. Система природного оздоровления Порфирия Корнеевича Иванова. Система природного оздоровления Порфирия Корнеевича Иванова. Система природного оздоровления Порфирия Корнеевича Иванова. На сегодняшний день эта система признана одной из самых мощных систем без лекарственного избавления от хронических болезней. Система Порфирия Иванова. А сейчас меня немножко послушайте, а потом основные выводы я дам под запись. Жил у нас в стране замечательный ученый-самородок Порфирий Корнеевич Иванова. Он родился в конце 19 века. Закончил всего 4 класса церковно-приходской школы. После этого работал. Работал в шахте, шахтером. Он и пил, и курил, и семья у него была. В общем, как бы сказали, жил как обычный человек. Но где-то в 33 года с ним в одночасье что-то вдруг произошло, и он почувствовал в себе огромные внутренние силы и желание помогать другим людям. И он стал очень известным народным целителем. Но знаменит Порфирий Иванов не этим. А он знаменит тем, что он на себе поставил неслыханный в истории человечества научный эксперимент. Он 50 лет своей жизни в нашем суровом климате средней полосы прожил в одних шортах. Он жил в Луганской области. Там зима 4 месяца, морозы до минус 20. Он снял с себя шапку, пальто, одежду, обувь. Он мог в снегу всю ночь ночевать. И он своим этим научным подвигом старался доказать людям, что даже вот в таких суровейших условиях человек может жить, не беря ничего лишнего от природы, кроме набедренной повязки. А при этом быть и духовно, и физически здоровым человеком. Порфирий Иванов разработал уникальную оздоровительную систему, которую свел в виде 12 правил здоровой жизни. Она называется еще детка. И уже после смерти Иванова движение Ивановцев полыхануло по всей стране. По всей стране начали создаваться клубы-последователи, где люди по его системе восстанавливали свое здоровье. Такие же клубы были созданы и здесь у вас в Акассе. Несколько таких клубов, я знаю, было создано. И вот эти люди, которые оздоравливаются по системе Иванова, они отвечаются от всех других тем, что они утром и вечером, в любую погоду, набирают в ведро холодной ледяной воды, выходят на улицу, ставят эту воду на землю перед собой, босыми ногами стоят перед этим ведром, поднимают руки к небу и просят у Бога, делают глубокий вздох и просят у Бога себе здоровья. Господи, дай здоровье моим глазам, дай здоровье моим суставам, сосудам, ну у кого что болит. И вот человек вдохнул, попросил у Бога себе здоровья, выдохнул. Второй раз вдохнул, опять попросил себе здоровья, здоровья своим родным, близким попросил, выдохнул. А потом опять вдохнул, попросил здоровья себе, родным, близким и всем добрым людям на земле. И после этого он берет вот это ведро воды ледяной и переворачивает себе на голову, обливает себя с головой. Вообще говоря, обливание ледяной водой это давно известная на Руси закаливающая процедура. Но Порфирий Иванов действительно, как выдающийся ученый самородок, нашел научное объяснение воздействия ледяной воды на центральную нервную систему человека. И поэтому все напишите, обливание ледяной водой это двоеточие. Первое. Самокодирование на оздоровление. Что такое самокодирование на оздоровление по системе Иванова? Я вам поясню на примере, что такое кодирование по методу Довженко. Многие слышали рекламу. Народный врач СССР Александр Манч Довженко запатентовал метод стрессо-психотерапии. В чем заключается этот метод? Дается широкая реклама. Желающих закодироваться, скажем, от алкоголя, позвоните по таким-то телефонам. Человек звонит. Хотите? Да. Приезжайте. Приезжают. Ему говорят. Платите деньги. Деньги немалые. Сейчас тысяча рублей примерно стоит закодироваться. То есть человек очень хочет, чтобы его закодировали. Человек платит деньги и ему ставят условия. Три недели. Вот приедет такого-то числа врач-кодировщик. Три недели до этого ты не имеешь права употреблять алкоголь и есть шоколад. Понятно? Понятно. Человек заплатил деньги и эти три недели терпит. О том, как кодировать по Довженко, мне рассказывал один соратник в Кривом Роге. Он там, его кодировали. А примерно то же самое рассказал другой соратник. В Киеве я там тоже вел группу. И он помогал кодировать. Правда, кодировал не сам Довженко, но один из его учеников. Но суть от этого не меняется. И так, подходит день, который назначенный. Приезжает врач-кодировщик и собирают группу этих людей. Группы собирали большие, до ста человек. Заводят их в какое-то помещение, там, скажем, красный уголок шека. Такое обычно подбирают в полутемное, полумрачное помещение. Но не дворец, уж точно не дворец. И вот заводят этих людей, и выходит перед ними врач-кодировщик. И гнуснейшим и подлейшим голосом начинает им читать лекцию о вреде алкоголя. Вот алкоголь, это наркотический яд, а вы его пьете, мозги разрушаете, здоровье подрываете, семьи у вас разваливаются, деньги пропиваете, на работе вас гоняют. Но такую ахинею несет, слушать невозможно. Люди сидят, слушают, слушают, бум, 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 и начинают засыпать. Он минут 20 отпел эту песню, ползала, уснула. А ползала сидит, чего-то ждет. Он по-новой начинает. Вот алкоголь, это наркотический яд, а вы его пьете, мозги разрушаете, семьи у вас разваливаются. И вторая половина засыпает. Еще минут через 20 человека 3 сидят, еще не спят. Он вообще нараспевт начинает. И эти бум-бум, глаза закрывают. И вот когда все уже уснули, он подкрадывается, у него на столе, говорит, стоит фанерный ящик из-под папирос пустой. Он к этому ящику подкрадывается и говорит, алкоголь, это страшный наркотический яд. Как кулаком ба-бах по этому ящику. Весь зал в диком ужасе подпрыгивает. Что там? Что случилось? Ну вот такое ощущение, что рухнул на тебя потолок. А он уже командирским голосом, так, лекция моя закончилась. И сейчас перейдем к индивидуальному кодированию. Сейчас пойдете с родственниками, будете решать, кого на сколько. Кодирую на месяц, на три месяца, на полгода, на год, на три года, на пять, на десять и на всю жизнь. Идите и решайте. Только они привстали. Стоп, но учтите. Я один из самых лучших учеников Довженко. На какой срок закодирую? В течение этого срока ни грамма, ни ни. У меня зять не выдержал помер. Ох, зять помер, надо же, страху напусть. Ну идите теперь и решайте. И вот пока они там решают, он уже готовит индивидуальный кабинет для кодирования. Уже по одному их туда заводит. Ставит кресло, у него помощник. Можно я покажу? Я кодировать не буду просто. Нет, нет, класс. Я кодировать не буду. Значит, замонит очередного человека, садит его в кресло, подходит к нему, смотрит ему строго в глаза и задает вопрос. Ну что, три недели не пил? Вот это самый ответственный момент всего кодирования. Он должен понять, что человек его не обманывает. Потому что если он три недели не пил, он может и три года не пить, правда? Ну никто же ему ничего не делал, взял сам три недели и не пил. А есть люди, которые даже неделю выдержать не могут. Они таких не имеют права кодировать. Он может сорваться и умереть от этого года. И вот он подходит и говорит, ну что, три недели не пил? Тот говорит, не, не пил. А шоколад не ел? Не, шоколад не ел. Ну что, говорит, на сколько будем кодироваться? Тот говорит, давайте на три года. Он ему говорит, давай на всю жизнь. Не, 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 на три года. На всю жизнь не надо. И вот он подходит к этому человеку, берет его за голову и большими пальцами, что есть силы, начинает выдавливать ему глаза. Давит туда, вот прям аж вот так пальцы запускает. Человек такого хамства-то не ожидал. Он цепляется руками в это кресло. А ему нужно, чтобы он от боли закричал, рот открыл. В конце он говорит, а-а-а-а! А рядом стоит помощник уже на готове. У него такая аэрозольная упаковочка, хлорэтил. Вонючая, жидкость с типичным алкогольным запахом. И вот когда он от боли закричал, он ему в рот, нос как щеканет. Аж говорит, с затылкой что-то вылетает. Человек вообще отурел, больно, глаза давят, что-то в рот там щеканет. И в этот момент он его берет резко встряхивает голову, полку, щелкаем, все, на три года, на три года закодировал. Ну, конечно, зарадники, в моем пересказе выглядит это все очень весело и очень забавно, но вот это кодирование вещь настолько страшная, что вы себе даже представить не можете. Вот во всех этих так называемых сифилизованных странах, откуда нам вся эта гадость-то и идет, вот такое кодирование уже давно признано уголовно наказуемым преступлением. В Уголовном кодексе Франции написано, врач-психотерапевт пациенту может говорить все, что угодно, но если при этом хотя бы пальцем дотронется до лба, это тюрьма, потому что даже пальцем дотронувшись до головы, все, что наговорил, может там закодировать. Что же происходит при этой стрессо-психотерапии Довженко? Человек пришел на сеанс, его усыпили и вдруг неизвестным грохотом разбудили. У человека в подсознании возникает мощнейший очаг тревоги, не страха, страх конкретен, я его боюсь, это страх, а тревога я боюсь, чего боюсь, не знаю, но боюсь. На этот очаг тревоги он очень ловко наложил очаг страха смерти. Зять помер, ребята, уж точно, никто спасать не будет, раззять и не спасли. Потом, когда человек сел, он на эти два очага наложил очаг боли, глаза выдавливал. А когда человек от этой боли закричал, он это все замкнул на что? На алкоголь. Пол пущел, и человек три года ходит, и три года у него в голове это сидит. И упаси его, Господь, в течение трех лет этих хотя бы грамм алкогольного яда в рот взять. Потому что накануне кодирования, каждый кодируемый пишет вот такую стандартную расписку, я у них украл в этом центре Довженко. Послушайте, что здесь написано. Ученику доктора Довженко расписка. Я такой-то, такой-то, адрес такой-то. Предупрежден сотрудниками центра, что нарушение противоалкогольного, противонаркотического, психического кода доктора Довженко Александра Романовича опасно для жизни. При нарушении кода может наступить смерть, общий паралич рук и ног, слепота, инфаркт миокарда, судороги, паралич сердца, алкогольные психозы, сумасшествие и другие тяжелые нарушения организма. Здоровье. При нарушении кода я лично отвечаю за свое здоровье и свою жизнь, чем расписываюсь. Подпись, число. Он эти бумажечки собрал и до свидания. И люди мрут, и зумасходят, и слепнут, и никто никакой ответственности у нас в стране за результаты этого кодирования не несет. Что же происходит при самокодировании по методу Иванова? Смотрите, человек вышел на природу и просит у Бога себе здоровья. Господи, дай здоровье моим глазам. И в тот момент, когда человек у Бога просит себе здоровья, он на уровне подсознания у себя активизирует те центры, которые за процесс оздоровления отвечают. И вот он раз попросил здоровья, выдохнул. Вдохнул, опять попросил здоровья, выдохнул. Третий раз попросил здоровья, а потом берет он, ведро воды ледяной на голову выливает, и это возбуждение что? Кодирует, фиксирует. Он ложится спать, а оздоровление идет сюда. Значит, утром вышел, ага, глазкам лучше, ну-ка сердечко попрошу здоровья, сердечко оздоровлю. То есть человек сам себе задает оздоравливающий код, и не на страхе это связано, и может его подправить, может все что угодно с ним сделать. Так, второе запишите. При обливании ледяной водой холоднее 11 градусов. При обливании ледяной водой холоднее 11 градусов. Кстати, вода теплее 12 градусов, никакими целебными свойствами не обладает. И вот у нас в Новосибирске все ивановцы летом мучаются, нет холодной воды. У вас-то есть генесии, а там у нас нет холодной воды. Вода из крана идет плюс 18, а во Псков море плюс 22. А она никакими целебными свойствами эта вода не обладает. Итак, при обливании ледяной водой холоднее 11 градусов, у человека резко подскакивает температура тела. У человека резко подскакивает температура тела до 42 градусов. До 42 градусов. И тут же приходит в норму. До 42 градусов и тут же приходит в норму. При этом болезнетворные микробы погибают. При этом болезнетворные микробы погибают. Болезнетворные микробы погибают. У человека на теле соратники находятся миллионы температурных датчиков. И мы любым участком тела чувствуем температуру окружающей среды. Локтем в чайник. Ой, горячо. Щекой к окну. Ой, холодно. То есть мы телом чувствуем температуру. И вот в тот момент, когда человек на себя переворачивает ведро ледяной воды, в это мгновение все датчики в мозг дают одну и ту же информацию. Дикий холод. Но реакция организма на этот мгновенный дикий холод не брррр замерз. А организм вырабатывает изнутри огромное количество внутреннего тепла. И в этот момент организм изнутри разогревается до максимально возможной температуры 42 градуса. Выше уже кровь свернется. Вода схлынула. Датчики успокоились. И температура тут же пришла в норму. Но все микробы в организме при 42 градусах гибнут. И поэтому Порфирий Иванов в своей детке написал, если вы здоровы, то обливайтесь утром и вечером, чтобы вам было хорошо. Если заболели, обливайтесь каждые 3-4 часа. Вы поможете ледяной водой изгнать из себя болезнь. Я хочу особо подчеркнуть разницу между обливанием и моржеванием. Когда моржи плавают в проруби, им там холодно. Я сам плаваю в проруби. Там дикий холод. Зуб на зуб не попадает. А когда человек на себя переворачивает ведро воды, обливает, он в этот момент разогревается. И я поначалу, я 10 лет назад начал обливаться. Весной начал, лето, и в зиму вошел с обливанием. И зимой как-то вышел, минус 30 градусов, вышел на улицу, облился ледяной водой. Домой прихожу, у меня подвышки вспотели. То есть пот горячий прошивает в этот момент этого обливания человека. Третье запишите. Обливание – лучшая профилактика опухолевых заболеваний. Обливание – лучшая профилактика опухолевых заболеваний. Порфирий Иванов, как всякий крупный ученый, обладал даром научного предвидения. И он, к сожалению, даже предвидел Чернобыль. Он умер в 1984 году, а Чернобыль рванул в 1986. Но в одной из своих тетрадей Порфирий Иванов написал, что если человечество дальше будет также губить природу, то оно обречено жить в отравленном мире. В том числе написал, в радиационно-отравленном мире. А дальше написал, те, кто будут обливаться по моей системе, останутся живы. Откуда взял, никто не знает. А в другом месте написал, что он убежден, что обливание ледяной водой выводит из организма раковые клетки. Уже после смерти Порфирия Иванова, его эти тетради изучало несколько институтов Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР. Было проведено 5 всесоюзных конференций по научному наследию Порфирия Иванова. И решили проверить этот факт на крысах. И вот у меня в руках псерокопия статьи, опубликованной в докладах Академии наук СССР серии «Физиология». Называется статья, представленная академиком Соколовым, и называется «Влияние закаливания крыс в ледяной воде на их радиационную чувствительность». Взяли 20 крыс, поделили пополам, облучали радиацией, но 10 крыс утром-вечером обливали ледяной водой по системе Иванова, а 10 крыс ничего не делали. Так вот, с теми крысами, которыми ничего не делали, они все заболели и сдохли от рака. Тех, которых обливали, остались живы и здоровы. Начали выяснять почему. И выяснили. Оказывается, в любом живом организме, в том числе у человека, постоянно возникают так называемые высокоэнергетичные клетки. Это клетки, которые набирают избыточную энергию и готовы начать бесконтрольно делиться. Так вот, в момент обливания ледяной водой по всему организму идет такой мощный энергетический импульс, что все высокоэнергетичные клетки избирательно изнутри разрываются, лопаются и выводятся из организма. И вот наши соратники уже несколько лет ездят в Чернобыльскую зону. Это три области. Брянская, Комельская, Черниговские области. Там, кстати, до сих пор живут люди на этой отравленной земле. И они учат людей. Обливайтесь ледяной водой, останетесь живы даже на этой радиационно отравленной земле. Четвертая, запишите. Вода в ведре заряжена вами. Вода в ведре заряжена вами. Заряжена в ковечках. Она целебная. Очистительная. Многие, наверное, помнят феномен Алана Чумака. Помните, заряжал их воду, кремы. Как ни странно, под этим тоже есть научная основа. Дело в том, что вода имеет более 140 различных структурных модификаций. И человек, сложнейшее психофизиологическое существо, своим биополем может менять структуру воды, находящейся рядом с ним. А в тот момент, когда человек выходит на природу, ставит ведро воды перед собой, поднимает руки к небу и просит у Бога себе здоровья, в этот момент через него и через воду проходит мощнейший энергоинформационный поток. И он меняет структуру воды в ведре и заряжает эту воду против лично ваших конкретных всех болезней. И вот почему все ивановцы со стажем, они никогда после обливания не вытираются. Они ждут, когда эта целебнейшая вода через поры всосется в организм и будет способствовать его более лучшей очистке и оздоровлению. И последнее, запишите, пятое. Обливание – это прекрасная закаливающая процедура. Обливание – это прекрасная закаливающая процедура. И ниже напишите «Домашнее задание». Перед написанием дневников облиться ледяной водой. Ну, у вас из крана идет как раз вот та, которая из крана идет, самая прекрасная вода. Что? Сейчас все расскажу. Перед написанием дневников облиться холодной ледяной водой. Холодной ледяной водой. Я вам, соратники, всем сегодня предлагаю приобщиться к одной из самых мощнейших и простейших систем оздоровления безлекарственного. Системе Порфирия Иванова. Обливание ледяной водой. Интересно, что до обливания ледяной водой даже йоги не додумались. А Порфирий Иванов додумался, что это вещь просто потрясающая. Вот. Значит, где и как обливаться? Обливаться, конечно, лучше всего на улице. Дело в том, что Порфирий Иванов в своей книжке пишет, в своих тетрадях писал, что для человека, для его здоровья нет ничего более важного, чем его контакт подождь с сырой землей. Более того, он во многих местах пишет, что по его наблюдениям все болезни у человека через ноги уходят в землю. Но через босые ноги уходят в землю. И я когда начал обливаться, лет 10 назад, я начал обливаться весной у себя на даче. У меня в колодце ледяная вода. И недели через две я вдруг заметил, что у меня полопались пятки. Ну вот как в детстве, помните? Цыпки, пятки. Я позвонил ребятам в клуб, я говорю, что-то у меня пятки полопались. О, это хороший знак! Хороший знак! Не вздумай ничего не мазать, не лечить. Порфирь Иванов писал, полопаются пятки, через трещины болезни уйдут в землю. Обливайся, продолжай. Все как только болезни уйдут, пятки сами собой зарастут, ходи как можно больше босиком. Я продолжал летом ходить босиком, все делал, и месяца через два заметил, что у меня пятки-то зарастли. Но какие-то неведомые мне болезни из меня вышли. Я стал чувствовать себя просто великолепно. Можно, конечно, обливаться и в ванной, но в ванной у нас контакт с землей идет через городскую канализацию. То есть здесь такого хорошего контакта с землей не получается. На самом деле ничего здесь стыдного нет, очень много людей обливается, глаз наметанный. Особенно зимой видно, прямо возле подъезда в наледи, видно, где люди обливаются. Я когда начал обливаться лет 10 назад, тогда это была диковинка. Я живу на восьмом этаже, у нас вечерами, ночами отключают, я поздно вожусь спать. Где-то часов 12 набираю ведро воды холодной и в лавочках, в этих тапочках с пупырышками у меня, вниз восьмого этажа с ведром воды иду. На улице мороз, минус 25. Поначалу какой-нибудь сосед запоздал, и вверх идет, сапит, поднимается. Меня увидит, аж обомлеет, рот разинит. Ну явно, что человек на улицу мыться идет. А я ему говорю, здравствуйте. Он говорит, да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. Ну я же не могу, и правда. Я пошел за здоровьем. Ну так и ты иди, это ж так просто, самому себе взять и заработать свое здоровье. Если вы, соратники, боитесь облить себя из ведра, этот страх может присутствовать. Ну возьмите тогда кастрюльку, литров на пять. Кастрюльку маленькую взяли, налили водички, поставили, господи, дай здоровиться. И на себя перевернули и облили. Ну если кто-то кастрюльку боится, ну кружку воды. Кружку-то можно взявить, да? Кружку воды поставили. Что? Людей? А что людей боятся? Позже, часов в одиннадцать, уже темно, вышли спокойненько, сбросили халатик, облились, надели и пришли домой. Так что, соратники, давайте дерзайте. Система, конечно, очень сильная и очень потрясающая. А сейчас какое будет еще общее домашнее задание? Сегодня дома, вечером, перед сном. Все понятно, почему перед сном, да? Придете домой, поужинаете, все дела сделаете, кроватку разберете и прежде чем лечь кроватку спать, выполните домашнее задание. Обольетесь, согреетесь, поделайте какие-нибудь упражнения такие разогревающие, наденьте на себя чего-нибудь тепленькое и после этого выполните домашнее задание. Возьмете двойной лист бумаги в клетку, двойной лист бумаги в клетку и сверху все напишите, анкета алкогольная. И взяли все в руки эту алкогольную анкету. Все в руки ее взяли, нашли, я вам из жилья достал. Значит, пьете вы, не пьете, едите, курите, не курите. Разницы нет. Взрослые, пожилые, дети. Всем сегодня одно и то же домашнее задание. Ответить на вопросы анкеты алкогольной. Сами вопросы писать не надо, только номер вопроса, ответ, но ответ полный, развернутый, чтобы я понял, на какой вопрос вы отвечаете. Итак, первый вопрос. Псевдонимы, имя отчество, дата рождения и так далее. Второй вопрос. От какой привычки вы приняли решение избавиться? Была ли эта привычка у ваших ближайших родственников? Здесь надо написать. Я решил избавиться от вредной привычки носить очки, калечить свои глаза, да? Калечил глаза папа, мама, дедушка, бабушка. Кроме того, хочу избавиться от раздражительности, лени и табака. Прекрасно? Так и напишем. Третье. В каком возрасте вы впервые попробовали спиртное? Как вы относились то время к этому занятию? Как относитесь сейчас? Вот некоторые на этот вопрос отвечают очень странно. Они пишут 3 и пишут в 11 лет. Точка. Всё. Я читаю и думаю, что в 11 лет? Кирпич на голову упал, машина переехала. Ну это же не ответ, правда? Ответ соратники должен быть абсолютно полным и точным. В возрасте 11 лет мама на моем дне рождения налила мне шампанского, мочи дрожжевых бактерий, да ещё и с газами, да? Газы обязательно помените. Я вот, кстати, когда в 88-м году сидел в точно такой же группе и изучал этот метод, я дома долго вспоминал, когда же я впервые попробовал спиртное. И я вспомнил. В 4 года после бани отец мне налил пиво и сказал, мужики, после бани пиво пью. И я в 4 года стал взрослым. У меня до 5 лет всего 3 воспоминания. Паровоз увидел, на всю жизнь запомнил. Вот отец пиво дал и Сталин умер. Помню, Сталин умер в похороны. Вот у меня 3 воспоминания до 5 лет. 4. Ваши обычные дозы употребления спиртного в возрасте до 16, до 21, до 30 лет в настоящее время. Не имеется в виду, как вы травили себя до того, как попали сюда на эти курсы. 5. Возраст, когда появилась привычка употреблять спиртное. 6. Ваше отношение к людям, употребляющим спиртное. 7. Ваше отношение к трезвенникам. 8. Ваше понимание терминов. Культурно пьющий, умеренно пьющий, пьяница, алкоголик, трезвенник, сухой закон. Оценка сухого закона. На 8 вопрос надо ответить так. Вы пишете 8 и пишете культурно пьющий. И дайте определение, кто такой с вашей точки зрения культурно пьющий. В игру, которая называется заседание Государственной Думы Российской Федерации. Я председатель Госдумы, депутат Геннадий Селезнёв, а вы все депутаты от Республики Хакасия. Итак, уважаемые депутаты Государственной Думы, должен вам сказать, что в адрес расстрелянного Ельциным Верховного Совета, в адрес Первой, Второй и Третьей Государственной Думы, каждый день приходят сотни писем от наших избирателей, от трудовых коллективов. Нам пишут целые деревни и посёлки, где люди требуют, чтобы Госдума положила конец тому неслыханному разгулу пьянства, которое снова вернулось в наши города и сёгах. Вплоть до того, что люди требуют, чтобы Госдума ввела в стране сухой закон. С другой стороны, должен вам сказать, что есть другие письма, есть выступления средств массовой информации, где от нас, наоборот, требуют. Раз уж всех досы-то накормить не можете, так уж напоите досы-то побольше и подешевле. У нас нет с вами возможности открывать дебаты по этому вопросу. Я думаю, каждый из вас имеет своё отношение к сухому закону и выскажет его в виде голосования. Итак, ставлю на голосование вопрос. Кто за то, чтобы в Российской Федерации ввести сухой закон? Прошу поднять руки. Так, ну где-то процентов 40. Спасибо. Кто против? Кто против, да? Ну процентов 30. Спасибо. Кто воздержался? Ну процентов 15 воздержалось. Значит, мы сегодня сухой закон с вами не приняли. И вот сегодня вечером, соратники, вы напишите, сухой закон-это, и каждый напишите, кто за что голосовал. Кстати, все голосовали за разное. У каждого своё понятие о законе, он за него и голосовал. У меня в Новосибирске один соратник пишет, сухой закон, это когда ОМОНовцы пьяных на улице стреляют с пулемёта. Я против, пишет, против. Ничего себе закон. Людей с пулемёта стрелять, понимаете? Это сколько же ему надо было этой водки выпить, чтобы до такого закона додуматься. Дальше, девятый вопрос. Как часто вы употребляете спиртное? Ежедневно, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц. Ну имеется в виду до того, как пришли на курсы. Как вы себя чувствуете и как себя ведёте, если хотелось выпить, но не удалось? Особенности употребления спиртного. Слово предпочитаемое истелие. Все в одиннадцатом пункте слово истелие зачерпите, напишите. Яды. Предпочитаемые яды. И здесь надо написать. Особо предпочитаю алкогольный яд в виде шампанского. Опять же газы эти вспомните. Так. Дальше. Каков промежуток времени между запоем? И длительность запоем, самочувствие во время запоем? Опишите подробно свой наиболее сильный запой. Вот вы улыбаетесь, недоумеваете, а на самом деле вы не знаете, что такое запой. Что такое запой? Неделю пьёт. Кто ещё что придумает? Остановится, опохмеляется. Ещё кто что? Так. Три года. Так вот, соратники. Запой, запой. Это отравление своего драгоценного организма алкогольным ядом более чем один день. Вот вы 31 декабря провожали старый год, а 1 января встретили. Я вас поздравляю. Формально все вы побывали в двухдневном запое. Кстати, можете его и описать. Я с удовольствием почитаю, как ваш новогодний запой проистекал. Дальше. Употребление одеколона лосьона палитуры. Это причина приёма жидкости, дозы и прочее. Тоже не улыбайтесь. У меня на курсах было два молодых человека, которые в армии пили одеколон. Я не знаю, в какой танк надо головой стукнуться, чтобы пить одеколон. Понимаете? А в состав одеколонов, лосьонов входят такие яды, от которых напрямую сразу может аспект. Даже если вы случайно травились этими суррогатами, то напишите. Это могло быть одной из причин расстройства вашего зрения. Дальше. Заболевания расстройства, приобретённые в средстве употребления спиртного, основные заболевания, принесённые в прошлом, лечебные учреждения, лекарства, которые принимаете в настоящее время. 18. Лечение от алкоголизма. Время, продолжительность, способы лечения, результаты. Если не лечились, напишите. От алкоголизма пока не лечился или пока не лечилась. Дальше. Как вы сейчас относитесь к виду и запаху спиртного? Как вы ведёте себя при опьянении на улице, на работе, дома? Что конкретно получили вы отрицательного от употребления спиртного? Что конкретно отрицательного получили ваши родные и близкие в результате вашего алкоголепития? А вот вопрос 23-24. Отведите кружочком в осветительный знак. Что конкретно получили вы хорошего от употребления спиртного? И что хорошего получили ваши родные и близкие, коллеги, в котором трудитесь, общество в целом, в результате вашего алкоголепития? Вот некоторые эти вопросы ставят прочерки и идут дальше. А это очень-очень важный вопрос. Вот вы знаете, соратники, мы собираем все редчащие крупицы положительного влияния алкогольного яда на человека, семью и общество. У меня дома отрицательный, в шкаф забит. А есть такая тоненькая папочка, написано, положительная, об алкоголе. Там действительно есть первую. Вот я в Алма-Ате вёл курсы, и один соратник написал, «Алкоголь спас жизнь моему родному брату». Брат напился пьяный, его не пустили в самолёт, в местное веление Ан-2, а самолёт-то разбился. Это же удивительнейший случай, правда? Это 200 лет будут вспоминать. Вот как! Жизнь спасла не только брат, ведь у него дети и внуки пошли. То есть роду целому. Это очень сильно влияет на психику. Если, не дай бог, что-то у вас было такое, то напишите. Дальше. Пытались ли самостоятельно отказаться от употребления спиртного, того, что будете делать, если откажетесь от спиртного. И вот 27 пункт. Почему вы обратились за помощью именно к нам, и что именно вы хотели бы получить от нас? Вот здесь надо написать, что я хочу, чтобы вы помогли мне восстановить здоровье и зрение, чтобы я видел без очков, так же, как в очках, и даже лучше. Да? Хорошая программа? Отличная. И дальше. Болезни, от которых хотите избавиться? Все болячки, какие у вас есть, и вы от них хотите избавиться, напишите. И все вредные привычки. Кто-то ревнует беспричинно, кто-то ногти грызет, кто-то, по-друге, ворчит, и так далее. Вот все это надо здесь написать. И вот 30-й вопрос. Как вы намерены относиться к спиртному в течение ближайшего года? Все прямо тут же внизу напишите ответ на 30-й вопрос. Прямо на этом бланке напишите. 30-ть и напишите ответ. У меня будет прекрасная, трезвая жизнь и отличное зрение. У меня будет прекрасная, трезвая жизнь и отличное зрение. Что бы вы ни писали в ответе на предыдущие, закончить надо вот такой установкой. У меня будет прекрасная, трезвая жизнь и отличное зрение. После этого, соратники, вы возьмете новый двойной лист бумаги в клетку и напишите сверху. Дневник коррекции зрения номер 2. Сегодня это уже будет второй дневник. С учетом всех замечаний, ответы уже будут у вас более осмысленные и правильные. Вы начнете отвечать. Измерьте размер, расстояние всех. Посмотрите, в какую сторону они у вас пойдут. Дальше. Вопрос номер 15. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Разберите сегодня такой случай. Некоторые люди употребляют алкоголь в гостях. Есть такие? Есть. Зачем это делают? Ну, наверное, с хозяева пьяницы приходит гость, о, вот пришел. Понятно. Что неправильного, плохого? То, что люди пришли в гости, их травят ядом, да еще и дети на это безобразие смотрят. А как поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать. А в следующий раз приду в гости, принесу торт, будем пить чай без алкоголя. Или приду в гости, расскажу про Народный университет здорового образа жизни без алкоголя. То есть вы должны программу с алкоголем у вас, которая есть, ее у себя разрушить, а записать себе программу поведения, как бы вы могли поступить без алкоголя. Теперь вопрос, в каком случае некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами. Сегодня разберите такой случай. Некоторые люди ленятся делать упражнения с глазами в транспорте. Вчера вы на остановке, да? А сегодня в транспорте. Значит, почему это делают? Напишите, что неправильного, плохого, то что есть время. А как поступите вы? Напишите. В следующий раз в автобусе я сделаю что? На остановках центральную фиксацию буду на вывеске магазинов делать. Если сидеть буду, сделаю пальминг. Сделаю упражнение на подвижность глаз. Потом вы пишете план работы с глазами на завтра. Запланируйте каждый час делать пальминг. Запланируйте при любой возможности делать, снимать очки, восстанавливать центральную фиксацию. Запланируйте 6 раз, не более 5 минут, поделать упражнение на подвижность глаз. И вот у вас уже получится план работы с глазами на завтра. И последний вопрос, 27-й, что там написать самовнушение по памяти. Сегодня я разрешаю переписывать его с листочка, с обратной стороны дневника. А уже с завтрашнего дня только на память, наизусть вспомнить, написать. Я расскажу зачем, почему это важно. А сейчас запишите все последнюю тему. Последнюю тему запишите сегодняшнюю. Соляризация глаз. Соляризация глаз. Соляризация глаз. Поставьте тире и напишите. Обработка глаз солнечным. Обработка глаз солнечным. Или иным светом. Обработка глаз солнечным. Или иным светом. Поставьте тире и напишите. Одно из наилучших упражнений. Одно из наилучших упражнений для восстановления зрения и расслабления глазодвигательных мышц. Одно из наилучших упражнений для восстановления зрения и расслабления глазодвигательных мышц. Соляризацию можно делать на любом источнике света. Вчера мы с вами и позавчера делали на свечке, да? Помните? Зажги свечку и головой мотали. То вправо, то влево, то вправо, то влево. Можно делать на окне. Вот встали возле окна, свет потушили и возле окна. Окно то справа, то слева. Покрутили головой, поделали соляризацию. Можно делать на лампочке, вот на той, которая там сзади. Вот я встал туда-сюда, поделал повороты и заодно сделал соляризацию глаз. То у меня справа, то оно у меня слева. Но самая эффективная соляризация, конечно, именно на Солнце. Запишите заголовочек. На Солнце. На Солнце. На Солнце. Первое. Первый вариант. Первое. На Солнце. Первое. Встаем на Солнце. Встаем на Солнце. На Солнце. Глаза закрыты. Встаем на Солнце. Глаза закрыты. Глаза лицо направлены на солнце. Глаза лицо направлены на солнце. Глаза закрыты. Глаза лицо направлены на солнце. Начинаем большие повороты. Начинаем большие повороты. Повторяем слух. Солнце слева, солнышко слева, солнышко справа и так далее. Повторяем слух. Солнышко слева, солнышко справа и так далее. Значит, как делается этот вариант соляризации? Вот представьте, что лампа это солнце. Я встаю на солнце, глаза закрываю, глаза лицо поднимаю к солнцу. Кстати, смотреть на солнце открытыми глазами категорически запрещено. Вы можете сжечь себе макулу, центральную часть, центральную ямку, сжечь солнечным светом. Смотреть открытыми глазами на солнце категорически запрещено. Встаю я, глаза закрыты, глаза лицо направлены на солнце, ноги на ширине плеч. И я начинаю делать большие повороты. Повторяю вслух. Солнышко слева, солнышко справа, солнышко слева, солнышко справа, слева, справа, солнышко слева, солнышко справа. И где-то через 20-25 поворотов у вас в глазах возникнет 10-12 мощных солнечных зайчиков. Через века солнце просвечивает и возникнут какие-то яркие оранжевые и нежелтые точки в глазах. А наши глазки, они настолько любят солнышко. Они так в этот момент радуются. Так идет мощнейшая активизация работы сетчатки глаз. И идет мощнейшее расслабление глаз от двигательных мышц. Во всех книгах, во всех книгах, соляризация глаз на солнце ставится на первое место по эффективности восстановления зрения. Второй вариант запишите. Второй вариант. Второй вариант. В скобочках. Особенно при макулодистрофии. Вот у кого есть диагноз макулодистрофия, а это ухудшение кровоснабжения центральной части глаза, и человек боком видит лучше, чем прямо. Вот это вот макулодистрофия. Особенно при макулодистрофии. Значит, выбирается резкая тень. Выбирается резкая тень. В скобочках. Дерево, угол дома. Выбирается резкая тень. В скобочках. Дерево, угол дома. Один глаз в тени, другой на солнце. Один глаз в тени, другой на солнце. Глаза закрыты. Один глаз в тени, другой на солнце. Глаза закрыты. Глаза лицо направлены на солнце. Глаза закрыты. Глаза лицо направлены на солнце. «Начинаем медвежьи покачивания. Повторяем вслух. «Начинаем медвежьи покачивания. Повторяем вслух. Солнышко приходит. Солнышко уходит. И так далее». «Начинаем медвежьи покачивания. Повторяем вслух. Солнышко приходит. Солнышко уходит. И так далее». Значит, как делается этот вариант соляризации? Вы выбираете на улице резкую тень. Ну, скажем, дерево. Пусть это таблица, у меня дерево, да? Вы встаете так, чтобы один глаз тени, другой на солнце. Тень проходит посредине через вас. Ноги на ширине плеч, глаза закрыты, глаза лицо направлены на солнце. И начинаете медвежьи покачивания. Повторяем вслух. Солнышко приходит. Солнышко уходит. Приходит. Уходит. Приходит. Уходит. Приходит. Уходит. Приходит. Уходит. И где-то через 20-25 покачиваний у вас в глазах, в центре глаза возникнет 3-4-5 мощнейших солнечных зайчиков. А наши глазки, вот какие-то точки внутри глаза, прямо посередине возникают. Оранжевые или желтенькие. А глазки, еще раз говорю, настолько радуются этой соляризации, радуются солнышку. Я как-то один сделал фокус. У меня друг носит очки плюс 3. Я говорю, ну-ка пойдем. Научил его на солнышке поделать сценаризацию. Потом сделали пальмы, повернули спиной, глазки успокоились. А потом я говорю, открой глаза, поморгай. Поморгал, поморгал. Я ему дал газету, он начал на солнце газету читать без очков. Сразу начал читать без очков. Воистину, соляризация глаз на солнце это одно из самых мощных упражнений по восстановлению зрения. Третий вариант запиши. Третий. Утром и вечером, при восходе и закате, можно делать соляризацию глаз на солнце с открытыми глазами. Еще раз соратники поясню. Смотреть даже на заходящее восходящее солнце не надо. А вот поделать упражнение, большие повороты и соляризацию, или из-за дерева вот так вот постоять с открытыми глазами на восходящее оно ласковое солнце, это очень и очень полезно. А теперь ниже напишите. Внимание! Три восклицательных знака. Внимание! Три восклицательных знака. После каждой соляризации делаем пальминг стоя в два раза дольше, чем соляризация. Сделаем пальминг стоя в два раза дольше, чем соляризация, до полного успокоения зрения. В два раза дольше, чем соляризация, до полного успокоения зрения. Значит, когда мы сделали соляризацию, вы глаза закрыты и поворачиваете спиной к солнышку, потерли руки в два, сделали пальминг, при этом обязательно локти уперли, слегка наклонили голову вперед, локти уперли себе в грудь. И ноги на ширине плечи, тихонько покачиваетесь, ноги на ногу, расслабляетесь, думаете о чем-то добром, пока у вас не пропадут в глазах зайчики. Зайчики успокоились, пропали, все, поморгали глазками, вы сделали соляризацию на солнце. Значит, завтра, соратники, будет солнечная погода, 3-4 раза поделайте соляризацию. И с большими поворотами поделайте на солнышке, и из-за дерева, или из-за угла дома, с медвежьими покачиваниями поделайте соляризацию и сделайте пальминг. Вы сами увидите, насколько это мощное и прекрасное упражнение. Так, а сейчас все убрали из рук, потерли все руки до тепла и сделали пальминг. Потерли руки до тепла, сделали пальминг. Александр Алексеевич, еще раз пройдите, посмотрите, подскажите, соратникам, у кого тут, чуть-чуть, чтобы правильно было усердно. Итак, глазки все закрыли, успокоились, расслабились, приняли все удобную позу, локти обязательно стоят на чем-то твердом. Глазки у всех закрыли, успокоились, расслабились. Начинаем наш вечерний пальминг. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие, наши глазки отдыхают, с каждым днем наши глазки видят все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. Расслабляются косые мышцы глаз. Глазки становятся круглыми, шариками. Они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. Расслабляются прямые мышцы глаз. Они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиками и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются светочувствительные клетки, колбочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в мозгу. Весь наш зрительный тракт расслаблен. Сегодня мы совершили еще один решительный шаг в деле разрушения программ вредных привычек в нашем сознании и подсознании. Мы ходим на занятия в народный университет. Набираемся знаний, умений для того, чтобы помочь себе очистить сознание, душу, тело, избавиться от вредных привычек, болезней. Восстановить свое здоровье, зрение. А также мы ходим для того, чтобы, освоив психоанализ Шичко и метод Бейца, научиться помогать другим людям. Сегодня дома, вечером, перед сном, нас ждет большая работа по очищению сознания, души, тела. Это обливание по системе Иванова. После этого мы согреемся, наденем на себя что-то теплое и выполним домашнее задание. Ответим на вопросы анкеты алкогольной. Ответим на вопросы дневника коррекции зрения номер 2. Чем более полной и подробно мы ответим на вопросы анкеты дневника, тем скорее мы запустим процесс разрушения ложных программ и формирования программ новых. В конце дневника мы обязательно напишем 27-й пункт самогнушения. И помните, соратники, что каждая строчка дневника, каждая формула самогнушения это разрушительный удар по зданию ложной программы с одной стороны, а с другой стороны это свая, в фундаменте новой программы, достойной разумного человека, программы трезвой, здоровой жизни, жизни с прекрасным зрением. В конце самогнушения мы напишем три магических слова. Жизнь. Зрение. Жизнь. Сейчас обратите внимание, если перед глазами есть еще остаточные световые образы, какой-то туман, облачка, что-то непонятное, вот здесь надо представить, что-то однородно черное, темное, черный бархатный занавес в театре, черное бархатное платье. Или можно мысленно взять в руки кисточку с тушью и позамазывать эти светящиеся листа. И второе упражнение, очень важное под парнингом, это мысленное воспоминание, приятное воспоминание. Вспомнить доброго, хорошего человека, приятную встречу с ним, приятное путешествие. Вспомнить доброе дело, которое вы делаете людям. Вот это приятное воспоминание, очень сильно расслабляет психику, мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Это основа метода Бейца. Расслабление. А потом уже идет тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. Не забывайте, соратники, как можно чаще снимать очки в карман, делать упражнения на восстановление центральной фиксации. Три-четыре раза завтра постарайтесь сделать соляризацию глаз на солнышке. Запланируйте себе каждый час делать пальминг, давать отдых своим глазам. И пять-шесть раз завтра сделать упражнение на подвижность глаз. Комплекс упражнений, которые мы с вами сегодня разручивали. Обратите внимание, на этом листочке нарисована схема работы глаза. И нарисованы шесть глазодвигательных мышц. Как они расположены. Каждый должен понять, какие у него мышцы напряжены, какие ослаблены, какие ему мышцы расслаблять, а какие мышцы тренировать. А сейчас запоминайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты, ладошки на носу. Все выпрямились. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. Зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом с закрытыми глазами, с закрытыми обязательно глазами, носом нарисовали на доске большую букву Ш, печатную букву Ш, букву П, букву П, буквы МНК, МНК, и букву ИМБШ. Первая, вторая, третья строчки проверочной таблицы. Нарисовали их носом. А теперь глазки, как дети, протерли, промокнули их тихонько кулачками, вздохнули глубоко, выдохнули, и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. Очки никто не надевает на нос, зачем это? Вредная привычка. Посмотрели все друг на друга еще раз. Посмотрели на зал, поморгали, посмотрели на меня. Посмотрели, поморгали на табличку проверочную. Поморгали, поморгали, посмотрели. А сейчас давайте немножко поиграем глазками. Близорукие прикрыли веки, и китайские глазки растянули, и посмотрели на табличку, Кто-то увидит уже строчку, кто-то две, кто-то три строчки увидят. Прижимаете вы веками глазки, делаете более крупными таким образом. И они видят лучше. Так, поморгали, хватит. А сейчас поищем астигматичные точки. Все закрыли левый глаз ладошкой, а правым глазом смотрим. И тихонечко его снизу прижали, тихонечко сбоку прижали. Сверху, изнутри. И вот вы найдете точечку, на которую вы нажимаете. Нет, глаз все время смотрит. Вы зря. Глаз все время смотрит. Зачем вы тыкаете его? Вы нажмите и смотрите. Прижмите, посмотрели. Теперь чуть рядом прижали, посмотрели. И вот вы где-то найдете точку, прижмете, и он сразу лучше виден. Вот эта точечка называется астигматичная. Если кто-то ее не нашел, ко мне подойдете. Я вам сейчас мгновенно ее, эту точку покажу на ваших глазах. У всех дальнозорких, у кого плоский глаз, сбоку эта точечка, сбоку. Так поморгали глазками. А теперь все закрыли правый глаз. И на левом глазу посмотрели, где у вас астигматичная точка. Мы ее не зря сейчас ищем, эту точку. Потому что нет, я потом вам покажу, как. Прямо на глаз. Давите через веко, прям на глаз. Один глаз закройте, прямо на глаз его надавите на него вот так. Вот, вот, вот. И он лучше видит. Сбоку надавите. Сверху. И вот в каком-то положении он сразу лучше будет видеть. И эта точка называется астигматичная. Дело в том, что завтра мы будем разучивать массаж глаз. У нас там есть массаж астигматичной точечки. То есть, этого места. И мы его будем массировать. Так, соратники, все курильщики выходят на крылечко, ждут меня. Я выйду, отравлю вас табачным ядом. Всем остальным до свидания. Всего вам доброго. Так, знаете, ядовитость выклопа автомобиля КамАЗ. Причем из этих 196 ядовитых компонентов 14 наркотиков. И человек, который сосет табачный дым, является табачным наркоманом. Наркоманом табачным. У этим наркотикам. И вот он насосался этого наркотика. Ходит, довольный, веселый. Минут через 30-40 у него из организма начинает очищаться этот наркотик выходить. И этот процесс, когда у человека начинает выходить из организма наркотик, называется наркотической ломкой. И у табачного наркомана начинается наркотическая табачная ломка. Ему плохо, ему все-таки, ну, вот ему надо пойти пососать снова этот самый наркотик. Возьмем, вот вы видели, как наркомана, как кино показывали, видели, как его ломают. Он орет, кричит и все. Как только ему укол делают, он сразу довольный и все. Потому что как только новая порция наркотика в организм пропадает, попадает, сразу ломка прекращается. Начинается новое наркотическое отравление. Вот давайте возьмем алкогольного наркомана, алкоголика, да? Алкоголик с вечера литр в себя занял. Погулял, отдохнул, покоражился, семью погонял. Утром он просыпается, что с ним? Болеет, болеет, лежит. Он отравился ядом алкогольным, наркотическим. Но алкоголик знает, от чего заболел, кем и лечить. Он знает. У него 50 грамм осталось. Он их только хлоп туда, а похмелил. И тут же выздоровел. Почему? Да потому что у него начал выходить яд, он болеет. Как только новую порцию яда принял, все сразу раз началось новое отравление. Так и вы. Но ведь смотрите, алкоголик отравился литром, а вылечился 50 грамм. Вам тоже не надо весь целиком сосать табак-то. Вам всего сделать 2-3 вонючек этих боха. Попал наркотик, все, и сразу у вас ломка прекращается. Даже небольшая доза попадает, и ломка зато большего отравления не будет. Теперь второй вопрос. В состав табачного дыма 196 ядовитых компонентов. Вы никогда не курите? Вот если дать ей сейчас сосануть, она будет кашлять, глаза на лоб выкруются. Правда? А встает вопрос, а почему вы-то не кашляете? Почему у вас глаза на лоб не лезут? А оказывается, человек, который курит, он у себя вот этими ядами убивает во рту вкусовые рецепторы, которые на эти яды реагируют. Но на ваше счастье, в корнях горла, вот здесь, у вас остались вкусовые рецепторы, которые не убиты табаком. И вот эти-то рецепторы и дадут мозг сигнал, что да, вот ваш вот этот табак и есть тот самый яд, про который идет речь. Вечером вы будете писать самовнушение, табак-яд, я прекращаю травить себя алкогольным табачным ядом. А с другой стороны, вы сейчас должны попробовать и понять, что этот табак действительно и есть тот самый яд. Как это делается? Значит, как вы будете это делать? Все наберите в рот воздуха. Не в легкий, а в рот. Надуйте еще. И пожуйте. Как кусок мяса. Отлично. А теперь сделали так. Набрали в рот воздуха, зажали нос, закрыли глаза, запрокинули голову и пожевали. Глаза закрыты, запрокинули кучу голову. Пожевали воздух. Отлично. Все. Вот сейчас то же самое вы сделаете с табачным дымом. Вы распалите вот этот, сейчас он уже не сигарета называется, а отравляющий снаряд. Вы подождете, распалите этот отравляющий снаряд и наберете, как в детстве, не в затяжку, полный рот дыма. Не легкий, а рот. Закройте рот, зажмете нос, чтобы дым через нос не выходил. Закройте глаза, запрокинете как можно выше голову и начнете этот дым жевать. Четыре, пять, шесть, семь. И этот дым вы начинаете жевать. Причем жуете его так, чтобы этот дым у вас доходил до корней горла. Вот до этих вкусовых рецепторов. Вот до сюда доходил. Степенно проглазно. Нет, ну то есть чуть-чуть его, чтобы он доходил вот здесь вот. Обработал здесь. Вот эти, вот эти вот чувствует это яд. Вот именно вот горлом вы почувствуете, что это яд. И вот вы начинаете жевать. Раз, два, три, четыре, считаете про себя жевки. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Где-то на девятом-десятом жевке резко изменится вкус дыма. Он станет противным, кислым. Вот как окурок в писсуаре лежит два дня, вот примерно. Но вы дальше жуете. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пятнадцать. А потом эту гадость заглотили, выдохнули, прокашлялись. А когда вы начнете жевать этот дым, у вас вот здесь в корнях горло начнет щипать, першить, посыпь на кашель, ну понятно. Вот эти рецепторы, им же неприятно, то, что вы их этим ядом обрабатываете. И таким образом вы сделаете первый вонючий вдох. Всем раздали по сигарете, у кого есть. Это ваше? Я ее не в рот, не в рот. Дайте кто-нибудь еще сигарету. Вот есть? Сигареты есть? А мы оборудованы, человеку, дайте вот им тоже. Им тоже. А у вас-то нет сигареты? Нет, дайте ей тоже чистую сигарету. Пока не берите, они ничего не делают. Ничего не делают. Дайте вот тоже ей сигарету. Нет, вы с нами не занимаетесь, вам нельзя. Итак, все подошли, сигареты, отравляющие снаряды, все подошли. Не курим, затяжку не курим. Так, подожди. А теперь всем набираем полный рот дыма. Рот, не легкий, а рот. Полный рот дыма. Все набрали. Так, рот закрыли, нос зажали, глаза закрыли, запрокинули голову как можно выше и начинаем жевать. Глаза закручены. Вот до сюда, чтобы до рвы дошли. Вот до этого, чтобы у вас доходить. Вот до этого. Зачем же, открыли. Вот сюда, вот до сюда. Вот, 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 вот. Так, теперь вдохнули эту гадость. Вдохнули ее. Нет, не проглотили? Вдохните как нормально. Ну, что вы? Вдохните. Вот, и выдохните теперь. Так, прокашлıyoruz. Так, отлично. Отлично. Так, есть. Вот мы сделали первый вонючий дом, повторили, набрали опять полный рот дыма, зажали нос, закрыли глаза и жуем, жуем и чувствуем, сильнее запрокиньте голову и чувствуйте, вот он, никотин, аммиак, сероводород, вот до сюда вот, он чтобы шел, вот до этого места, чтобы он шел, никотин, это как-то. Так, вдохнули эту гадость, выдохнули, так, прокаслили, так, второй сделали вдох вонючий, третий вдох, контрольный делаем, ничего страшного, огонька сделайте, набрали, запрокинули, глаза закрыты, главное, жуем. Как кусок мяса жуем, вот проглотите его слегка, вот сюда, вот поближе, чтобы у нас позвонили, вот сюда, вот, 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 так, вдохнули эту гадость, вдохнули, выдохнули, прокаслили, так, прокаслились, вот. А теперь, теперь, четвертый раз, четвертый раз, вы делаете следующее, делаете затяжку глубокую, ну, как перед смертью, последний раз. Затянулись на полные легкие, но, когда вы затяжку кончили, вы этот дым не выдыхайте, а мелким кашлем, животом выкошлите. Затянулись и... Ну-ка, давайте, дотянулись как можно глубже и выкошлили эту гадость, затянулись и выкошлили. Как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как- Идёте, начинаете вести контроль. На пачке сигарет вы пишете. На пачке сигарет вы пишете. Время 21.15. 4 вонючих вдоха. И дальше ходите как простой человек. Курить захотелось? Не курите, я запретил курить. Только травиться. Эй нет, травиться не буду, дай-ка я похожу. А кстати, когда хочется человеку курить, это хороший знак. Это значит, идёт очистка организма, табак выходит. Кстати, хочется курить всего 2 дня. Если 2 дня, то яд выходит, и всё, дальше уже плохо прекращается. Но если уже хочется так, что не может, вот здесь некоторые не могут бросить, тогда ушли, ото всех спрятались, пожевали, поглотали этот дым, потравились, прокашлялись, да, всё, записали на пачки, и всё. Я говорю, больше 3 дней у меня никто не выдерживал. То есть уже на 3-й день он уже не лезет, уже рвота начинает, ну яд же страшный, как вот ему в любом, дай-ка самому. Так и у вас. И в конечном счёте. Но самое главное, вечером перед сном писать установку. Табак, яд. Я прекращаю травить себя алкогольным, табачным ядом, трезвость, здоровье, так сказать, и так далее. Понятно? Всё, травитесь на здоровье. Но только не вздумайте на публике. У меня в Сыктывкаре один утром вышел, полная толпа, остановка народу. Он взял, отошёл в сторону, он... Бо-бо-бо-бо. Дуди глаза вытрущили. Скорая ехала. Остановили его. Заломали. Забрали. Ну, с ума сошёл человек. Сыктывкаре, тетя ехать. Всё.